Друзья, всем доброго времени суток, с вами Парина и игра Бесконечное Лето, точнее Судо Магоморно, точнее Бесконечное Лето. В общем, как ни назови, всё правда. Прошлое видео выдалось длинным, и там произошло много чего интересного. Начнём с неинтересного, и сначала видео. Сначала ко мне приходили, точнее продолжили приходить девочки, мельница девочек. Пришла Лена, которой я по доброте душевный мобильник подарила. Потом мужей-навистница, с которой мы ничего не могли сделать, как вновь поссориться. Ну то есть у нас такое истерепщение. Потом ушёл этот мой новый старый знакомый, первый подозрительный пионер. Правда, с ним мы тоже как-то не на доброй ноте распрощались. Далее за мной займилась Ольга Домикиевна, или как это было её? Я забыла уже, но это не важно, короче говоря, вожатая. Она сказала, что пора идти, потому что сейчас автобус уже отъезжать будет, и бла-бла-бла. Короче говоря, пионеры разъезжаются. Пока мы шли к автобусу, я услышала голос, наносящийся из леса, похоже, вожатая его не слышала. И, в общем, я отправилась в лес. И вот там, в лесу, голос мне предложил выбор. Либо же уехать в автобусе вместе с остальными пионерами, либо же посредовать за ним. Я, поскольку мне предоставился выбор, выбрала второй вариант уехать на автобусе, потому что я не знаю, к чему он привезёт. Точнее, не знала. Мне было любопытно, и поэтому я его выбрала. Он привёл к тому, что Семёна в автобусе укачала, и тот уснул. Потом он проснулся у себя в квартире, и, казалось бы, жизнь продолжается, обыкновенная жизнь. То, что произошло в пионерлагере, и вообще само его существование, это всё. Подумалось Семёну, что просто сон, ничего такого. А потом стали приходить странные сообщения, и, в конце концов, как будто кто-то стёр память Семёна. Все воспоминания об этом лагере, и всё началось сначала. Это несколько пугает. Но я сохранилась как раз на выборе, и теперь я смогу узнать, что же будет, если я последую всё-таки за голосом. Также мне интересно, что это за сова такая. Но это мы узнаем как-нибудь в следующий раз. Кстати, вот то, что написано под начать игру. Дорогой пионер, ты на проге удивительных открытий. О, да, ещё каких удивительных. Перед тобой распахнулись двери из самого прекрасного места в мире нашего любимого лагеря Савёна. Эта смена запомнится тебе на всю жизнь. Вот, блин, не прогадали. Причём-то так зловеще звучит. Запомнится на всю жизнь. И ведь действительно запомнилось на всю жизнь. Я теперь спать, боюсь ложиться. Вдруг упаду в ситуацию Семёна. Так, давайте загрузим игру с того самого места, где мне предстояло сделать выбор. И я пойду за голосом. Хорошо, пошли. Как ни в чём не бывало, сказала я. Блин, как будто вообще ничего не произошло. Этот странный голос, он вовсе не странный. И так далее, и так далее. Всё же он вызывал у меня куда больше доверия, чем психованный пионер. Психованный, не то слово. Хотя, конечно, подобное решение смертельно опасно. Но и альтернатива не лучше. Ну, это ещё не факт, что подобное решение смертельно опасно. А вдруг, наоборот, это путь к спасению, как знать. Я просто ткнул пальцем в небо. И куда надо идти? А мы уже пришли. То есть, как это? В глазах началось тимонеть. Сознание покидало меня. Да блин, что со мной вечно творится? Это явно инопланетяне играют. Эпик фейл? Офигеть. Эпическая ошибка. Достижение разблокировано. И как это понимать? Что за дичь? То есть, это никакой не выход, что ли? Или что? Почему? Фотография брата Савёнка в такой обработке странной. Чёрт, у меня сейчас кровь из ушей пойдёт. Остановите кто-нибудь, пожалуйста. Мне нужен воздух, мне нужен американский рэп. Кто-нибудь, пожалуйста, я умираю, блин. Какая жуткая музыка и песня. Конец. Офигеть. То есть, зря я послушала все этого голоса, да? Что это было за злая шутка, я не понимаю. Или это реально второй круг уже, жизнь. Я, блин, ожидала опять концовку, которая будет дариться на минут 30, как минимум. Вот, пожалуйста, что вообще происходит? Я просто в шоке. Знаете что? Я хочу эту игру пройти ещё один раз, как минимум. И при этом снять видео. Но только не полностью всего прохождения, а моих выборов. Ну вот, допустим, я выберу какие-нибудь другие варианты, а не те, что мне игра предоставляла выбирать на протяжении первого прохождения. И если там будет что-то новое, что-то незнакомое, слова какие-нибудь, то непременно это запишу и дам вам знать. В общем, короче, эта игра, если честно, повергает в шок психодел. Я вот не люблю психодел. Почему? Потому что очень сложно разобраться, что вообще происходит. Даже невозможно, я бы сказала. Ты начинаешь думать, размышлять. Потом эти размышления кажутся какими-то нелогичными. Из них вытекает ещё что-то. В конце концов, запутываешься. И, в общем, адов ад. И нафиг надо. Короче, я сейчас в полном шоке. Я реально ожидала, ну, как минимум минут 20 в этой игре провести, но игра меня подвела. Блин, жаль, что я в прошлом видео не удалила этот голос. Пет, стой. Ладно, я же ещё хочу тут, допустим, потратить время, начав новую игру, да? Или же я могу узнать, что такое вот эта вот сала, например. Давайте щёлкнем. А, это концовки. Ничего себе, Семён хороший и Семён плохая. Титан-одиночество, то есть хорошая концовка? Вы шутите? Ого, это что, это концовки, что ли, все? Так сколько же их здесь? Офигеть. А что с галереей? Блин, вот что вот это вот такое, а? С тесаком, кажется. Не знаю, похоже на медсестру с косичками. Только, конечно, прям совсем жутко выглядит. И кажется, что это нечто в лесу, кстати говоря. Жесть, есть ещё столько всего можно открыть. Я просто в шоке. И как это всё открыть? Ничего не понимаю. Черт, я реально много, блин, пропустила. Тут музыка есть отдельно, ничего себе. Ого, ого. Как клёво. Я, кажется, что ещё тут тоже не открыла, да? Жесть. А вот так поворот, да. Сколько ещё всего ждёт меня? А фоны, что есть такое? А, вот что такое фоны? Спрайты ещё какие-то. Напиток спрайт, что ли? Только их много? Да. Офигеть, блин. Столько всего ещё не открыла. Но как? Почему? Я просто, блин, в шоке, если честно. Мне казалось, что, ну, я не знаю, я добрую половину всего открыла, а я открыла самую малость, похоже. Но зато в конце почти всё. Это хоть радует. Спрайты. Ну, вот, я так и не узнала, что такое спрайты. Ладно, мне рассказывали, что... Какую-то, наверное, мини-игру или какую-то игру ещё можно здесь начать, но что-то я не вижу. Разве что, может быть, если игру начать выбрать, тогда появится что-нибудь. Ну, и хотя бы не факт, не факт. Эй! Эй, что произошло только что? Блин, а какой вариант я выбирала? Блин, ну, если так быстро всё будет мелькать, то... Ну, почему бы и нет, блин, вот так вот сейчас эту всю игру не пройти. Кстати, сама. Это самое, что ли? Блин, а что я выбирала-то? Я не помню. Придётся игру свернуть, чтобы подсмотреть. А, в общем, я подсмотрела, и, блин, пока я чуть-чуть просматривала своё прошлое видео, во мне зашевелились странные мысли и подозрения. Кажется, тот голос меня обманул. Он уже обещал мне разгадку всех этих тайн, рассказать, как найти выход отсюда и так далее, и так далее. В итоге взял и так запросто обманул. Хотя, может быть, и не обманул вовсе. Может быть, и... Не знаю, я просто не помню ничего. Он на самом деле мне рассказывал. Господи, я просто в шоке. Ладно, там я выбирала, что да, я пойду с тобой. Значит, сейчас я выберу такой вариант. Это нет, я останусь здесь. Так, давайте-ка опять промотаем. И побыстрее, побыстрее. Это как раз то, что нужно. Но, надо же, я не знала, что здесь с такой скоростью это всё может проматываться. Просто... Офигеть, вот так скорость. А я уж была... Приготовилась к тому, что мне долго и упорно придётся вновь эту игру проходить. Что бла-бла-бла. Но, слава богу, нет. Так, и опять я не помню, какой из вариантов я выбирала. Поэтому снова вынуждена подсматривать. Так, там я ответила. Потому что невежливо не отвечать. Но сейчас я буду грубой и не буду отвечать, славяне. Я остолбенел от удивления. Кстати, а с какого такого перепугу я так быстро проматываю-то, а? Блин, я же что сказала самой себе? Что я буду выбирать варианты и читать, что после них будет. Вдруг там новенькое что-нибудь появится. Так, подождите-ка. Значит, сейчас полный назад, блин. Так, тут варианты как-нибудь отмечаются. Эй! Кажется, то, что произошло... Зимой, получается? Я этого здесь уже не найду. Блин, ну что за... Господи, я просто в шоке. Ладно. Ладно, это я. Я глупая. Ничего не поделаешь с этим, блин. Давайте читать, просто читать. Я остолбенел от удивления. Девочка выглядела совершенно нормально, даже была похожа на человека, но я все равно не мог вымолвить ни слова. Бежать уже поздно. Походу, некуда бежать. Я что-то не то сказала? Пришлось приложить немало усилий, чтобы ответить. Ну, да. Что? А, нет, я в смысле... Что, я только что приехал? Быстро ответила я, уже была испугавшись, что лявная. Что же, добро пожаловать. Так, а после этого, кажется, все повторяется, поэтому давайте ускоримся и да. Как, слушайте, однако, это очень даже хорошая функция, как здорово разработчики этой игры придумали. Вот так вот переводку. Надеюсь, я ничего не упускаю. Так, 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 так. Вот здесь, кажется, я выбирала побежать за электроником. Поэтому сейчас я выберу ничего не делать. Алиса, пробегая мимо, остановилась на мгновение и бросила. То есть, даже на меня внимания, что ли, не обращают? То есть, реально, можно было и не убегать вовсе? А с тобой мы позже разберемся. А я что? Я ничего вообще. К словам добавилась вымученная виноватая улыбка. Хотя, в чем я перед ней виноват? Она не ответила и побежала догонять электроника. Вот так вот. Так, а теперь... А че-то я так быстро, блин, щелкаю? Вот мне интересно, а? Как так получается у меня-то? Вроде нормально все прощелкивается, потом раз, и с какой-то перепугу быстро-быстро. Я даже не успеваю сообразить. Я все почитала, то, что мне было неизвестно до этого. Или не все? Так, опять варианты попытаться отнять котлету и не пытаться. По-моему, в прошлый раз я оставила ей котлету, так как у детей отбирать еду, ну, это то еще занятие. Но теперь, зная ульянища и на что она способна, я, пожалуй, попытаюсь отнять котлету. А вдруг я не норвусь на ту сороконожку в тарелке? Я грозно посмотрела на нее и уже было вытянув перед руку. Так, подождите-ка. Рука вперед, как будто Гитлер Хайли. Это, конечно, все хорошо, но мне вот интересно, когда Алиса... Что у нас тут? Я хоть ничего не упустила? Так, она не ответила, побежала догнать электроника. Похоже, оставшееся доушное время мне предстоит картать в одиночестве. Да, это я читала, хорошо, это радует, это вселяет, не знаю, уверенность. Нету у меня ее, смотри! Так, и все-таки все то же самое произошло, да, чего я так не хотела. И сороконожка в тарелке тоже произошла. Так, вот меня славяна кормит, вот она ушла. А тут я, кажется, взяла ключи, так как мне нужно было ей их отдать. Поэтому сейчас я их оставлю. Если кто-то их и сопрет, то, ну, в конце концов... А я что, с меня взятки гладки? А нечего было славяну уходить, под свою же ответственность отперла, блин, столовую и меня сюда привела. Да, пожалев меня, потому что я голодала и всякое такое, но тем не менее... Блин, как вообще посмел тот наглый, паршивый, подозрительный пионер пытать, возможно, даже славяну, хотя я не уверена. А если славяну? Вообще, я просто в шоке, блин! Мне так ее жареная такая добрая, и ее берут и пытают, вообще же, что ли? Хотя, с другой стороны, зачем они мне? Это ключи-то? Так, ну, здесь, кажется, все то же самое, да? Так, когда я разговаривала с Леной о книге, я помню, она читала «Унесенные ветром», поэтому я книгу похвалила, так как я эту книгу тоже читала. А теперь давайте будем не говорить ничего. Правда, я не читал, но ей, кажется, такая литература вполне подходит. Эй, 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 стойте, стойте, подождите, почему так все быстро-то? Мне реально кажется, что я не успеваю читать то, чего я никогда, блин, до этого не видела. Так, где у нас тут Лена? Так, девочка книгу читает, бла-бла-бла. Мешаю, не мешаю книгу читать. В компании лучше. А где же, а где же, где же про книгу разговор-то, а? Так, «Унесенные ветром», да, правда, я не ждала, ей кажется, что литература вполне подходит. Лена, похоже, не собиралась продолжать разговор. Это я читала. Отлично, значит, можно проматывать далеко вперед. Вот, если я не ошибаюсь, при первом моем прохождении такого я не могла делать. Черт, я опять узнала, что у меня главное. Какая жуть. Что, что происходит, а что происходит? Жуть, жуть, жуть. Так, опять выбирать, да? А разве от этого моего выбора что-то зависит? Ну, я просто даже не знаю. Ну, давайте в столовую сходим. Я решила все же сходить пообедать. Кстати, да, помню, если я не ошибаюсь, конечно, мне тогда выдали лист обходной, вроде бы. И вместо обеда я должна была ходить по кружкам. И по медпункту, и вообще всюду заглянуть. Блин, а ведь я же так с Мику, получается, не познакомлюсь. Ну, ладно, бог с ней. Обед всего важнее, и так далее, и так далее. Поэтому покушаем. Обходной лист никуда не денется. Потом быстренько подпишу. А вот мой желудок до ужина явно ждать не намерен. Да и разум тоже. С этими мыслями я вошел в столовую. Внутри почти никого не было. Видимо, большинство пионеров уже пообедут. Когда же они успели-то, а? Внушающее уважение своими габаритами повариха. Габаритами? Внушающее уважение своими габаритами. Это вообще как? Выдала мне шикарный обед из трех блюд. Суп. Ипрская похлебка. Гуляш от Лаврентия Палыча с гарниром из картошки. Сваренный, видимо, по рецептам конца. Пятнадцатого, что ли, века. И компот. Таблица Менделеева. Что-то я таких, блин, названий не припомню. Возможно, и были, но я не помню. Такому меню позавидовали бы лучшие рестораны мира. Но мне было наплевать. Голод сильнее. А по сравнению с моими обычными пельменями, приправленными. Макаронами и дошираком. Такой обед весьма неплох. Фу. Как ты вообще-то ешь пельмени с макаронами и с дошираком? Все вместе. Фу. Я сел за первый попавшийся столик и принялся светоченно наживать. Так, а дальше что было? Так, однако светоченность моя продлилась недолго. Кто-то ударил меня под спринет, так что я подавился. Кто же это был? Передо мной стояла ульянища и торжествующе улыбалась. Так, а дальше что? Я тебя когда-нибудь удушу. Не догонишь. А она показала язык. Один раз же пытался, не догнал же. Хорошо, но тогда я тебя где-нибудь подкараулю. Так нечестно. Ты на себя посмотри честная. Вот этого разговора я не очень помню, если честно. Я ухлынулся. Ладно, подожди, сейчас обед возьму и вернусь и вместе поедим. Почему это я должна с ней? Блин, есть я не хочу. Не самая радужная перспектива. Я постарался бы побыстрее закончить с обедом. Однако ульянища вернулась буквально через полминуты. У нее на тарелке лежал огромный кусок жареного мяса и несколько отварных картофелин. По сравнению с моей королевской трапезой. Это ты как? Откуда? Видимо, нужны места узнать, да, ульянища? Уметь надо. А она посмотрела на меня и улыбалась во все свои 32. Или сколько их там у нее было? Зуба. Не потерплю такого оскорбления. Я никогда толком не умела с кем-то подшучивать, да и в школе чаще прикалывались надо мной. Однако, как-то ей отомстить все же было необходимо. А если Ольга Дмитриевна узнает, что ты воруешь еду? Как, серьезно ворует? Так я не ворую, возмутилась ульянища. А это ты ей будешь рассказывать. Думаешь, поверит? И откуда же она узнает? Угадай, из первых рук, блин. Ну, это зависит от многих обстоятельств. Например. Она внимательно посмотрела на меня. Видимо, вся поняла, да? Принеси мне булочку. Сладкую. Блин, Семен, ты что творишь? А заставляешь ребенка воровать? Да еще, блин, шантажируешь? Я просто в шоке. Ребенка, блин, Семен, ребенка! Ладно, мы уже не на висницу, но ребенка. А откуда же я тебе ее возьму? Наверное, оттуда же, где взяла это. Я показал на ее тарелку. Ульянища замялась. Ладно, но только одну. Я обещаю, что после этого не расскажешь Олегу Дмитриевне. Слово пионера. Да, прям так уж и не расскажу. Она убежала в сторону буфета, а я, недолго думая, взял перечницу, открутил крышку и высыпал все содержимое ульянища в компот. Ну ты, Семен, суровый. Это уже не просто, блин, подшутить над кем-то. Это уже на издевательство похоже. Только я закончил, как неугомонная девочка вернулась. Да, я тоже ульянища терпеть не могу. Но, блин, чтобы вот так вот издеваться, ну я даже не знаю. Держи, вымогатель. Или это не Семен должен был сказать, а ульянища. Кажется, она ничего не заметила. А теперь давай, кто быстрее выпит компот. Что еще за глупости? А что, если она компот не ебет и не пьет его никогда? Почему глупости? Я выиграю, вот увидишь. Не буду я с тобой в диски игры играть. Ой, господи, чья бы корова бы мычала, блин, ульяющая. Сама-то не ребенок разве? Я ехидно улыбнулся. Ах так? Ладно, раз, два, три. Она не дала мне времени даже взять чашку. Чашку? А как же краненые стаканы? А сама моментально одним глотком выпила весь свой компот. Ой-ой-ой, ульянища, ой-ой-ой. Теперь тебе только в медпункт. Закипаешь как чайник, ульянища, да? Через секунду у нее на лице появилось выражение первобутного ужаса. Щеки покраснели, а глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит. Я тут и тебе разбавила компот, получился коктейль такой очень вкусный. Нравится ульянища? Ульянища вскочила и побежала в сторону чайников с водой на ходу, выкрикивая. Ты! 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 Я решил не дожидаться, пока она придет в себя, и, посмеиваясь, вышел из столовой, на ходу доедая булочку. Ту самую булочку? Ну, теперь-то я могу позволить себе пойти абсолютно куда угодно, и, если я все правильно помню, в последнюю очередь я захаживала в библиотеку тогда с обходным листом, поэтому давайте сейчас начнем с нее все-таки. Не знаю, зависит ли от этого моего выбора хоть что-нибудь, но думаю, что выбор концовки точно зависит, потому что их там просто, блин, несметное количество какое-то. Ну, ладно, давайте в библиотеку. Так, бла-бла-бла, читать любили, и так далее, и так далее, давайте ускоримся, так, есть. Теперь давайте попробуем сходить в музыкальный кружок. Не знаю, почему именно такие выборы я делаю, но... Ладно, это все от балды на самом деле. Думаю, придется в интернете подсмотреть, какие нужно делать правильные выборы, чтобы это привело к тому, что я получу все концовки. Так, да, кстати, карты же у нас тут, блин, опять, наверное, придется играть, да? Так, в прошлый раз я выбирала пойти за картами со славянной, и теперь давайте пойдем в одиночку. Да я и один могу сходить за картами-то. Ладно, возьмешь у меня в домик и в ящике стола. Я направился к домику Ольги Дмитриевны, а там... И зачем вообще согласился? Теперь вот жалею, блин. С другой стороны, какие у меня были еще варианты-то, а? Ночью здесь делать особо нечего, а так хоть развлекусь немного. Но в мозгу упорно крутилась мысль о том, что сейчас не самое лучшее время для развлечений. Блин, как же сложно это все заново проживать. Пошла, блин, на второй круг, да, что называется? Ужас. Семен-то ничего не помнит, а я-то помню. Может быть, не все, конечно, отчасти, но тем не менее. Хотя, с другой стороны, если здесь есть лагерь, пионеры, то кому-то это надо? Да даже если и не надо, то самые логичные ответы искать именно тут, а не в лесах или полях. Ну, ответ это может быть и здесь, а вот в лесах и полях свобода, блин, Семен. А в данный момент ответы собираются играть в карты. Главное, чтобы не в ящик сыграли. Я открыл дверь своим ключом и зашел. К моему удивлению, карта в ящике стола не оказалась. О да, удивлению нет предела просто. В нем нашлось все, что угодно. Ножи, вилки, чашки, тарелки, клейкая лента, ножницы, пара садовых перчаток, моток веревки, несколько целлофановых пакетов, карандаш и пара сломанных ручек. Солидно, это к чему, интересно, вожатые готовятся-то, а? Но только не карты, все что угодно, только не карты. Может, в шкафу? Так, так, так. А вот я сейчас, кажется, и докопаюсь до секретов Олиги Дмитриевны. Главное, чтобы никто меня не отвлек. Там в основном была одежда Олиги Дмитриевны, но внимание мое привлек маленький ящичек с замочной скважиной. И я потянул, но он, конечно же, не открылся, еще бы. Интересно, что она там прячет? Сламывать его явно не лучшая идея. Тем более не факт, что карты там. Да уж вряд ли карты там. Так, эй, блин, а что насчет того, чтобы ключ поискать? А то там и секреты какие-то, вдруг это касается меня, а? Когда мы вернулись к столовой, что еще за мы, блин? Олига Дмитриевна с невозмутимым видом сказала. Ой, извини, а карты у славяны были в домике? Пока ты ходила, она сбегала. Вот, молодцы вы все, я смотрю. Я посмотрела на славяну, а она виновата улыбнулась. Это все твоя вина, твоя! И твоя, Олига Дмитриевна. Да ладно уж, что там. Не беспокойтесь обо мне, оставьте меня умирать. Славяна и Олига Дмитриевна зашли внутрь. А тут, похоже, все то же самое, да? И теперь я могу поспорить или не поспорить с Алисой. В прошлый раз я выбрала не спорить. И потом даже, кажется, обрадовалась, потому что в карты проиграла. Но теперь, поскольку у меня другие выборы, прямо противоположные, слава богу, пока еще не доводилось выбирать из трех вариантов. Да, в общем, давайте я выберу поспорить с Алисой. Это, конечно же, ни к чему хорошему не приведет, но я затопнула другой вариант. Возможно, я еще сто раз пожалею об этом. И ведь пожалею уже сгоревсего. Ладно, идет. Она улыбнулась. Только если я выиграю... Да-да, все честно, без обмана. Алиса поднялась по лестнице и вошла внутрь. И зачем я во все это ввязался? Может быть, уверился, что она в любом случае найдет, как мне жизнь испортить? Раз уж и решила. Я тяжело вздохнул и направился за ней в столовую. Так, ну а теперь, видимо, игра, да? Еще пару секунд назад оставалась хоть какая-то надежда, что не придется участвовать в этом турнире. И благодаря этому появится возможность легально улизнуть от спора с Алисой. Но, видимо, не тут-то было. Но теперь этой надежды больше нет. Так, ладно. А куда это я? А, да, за библиотекарши. Ну, короче говоря, давайте уже... ...играть. Обучение? А я проходила его разве в прошлом прохождении? Я, кстати, не помню, предлагали ли мне вообще обучение. Вроде что-то было. Вроде бы мне там рассказывали что-то, но я не помню. Ладно, давайте пропустим. Электроник, до этого лишь молча наблюдавший за игрой, удовлетворенно кивнул. Минутку. Это... Это что такое? То есть, я же это читала, кажется, разве нет? Получается, в прошлом прохождении я тоже пропустила обучение? Ну, ведь я же помню, мне там долго и упорно что-то рассказывали. Ладно, давайте сыграем. Пропускать турнир не стану. Потому что ты заранее проиграешь, тогда Алиса с меня три шкуры сдерет. Но, хотя с другой стороны, я и так проиграю, скорее всего. Поэтому нафиг надо время тратить. Ладно, попробуем. Вот так получится. Это еще кто с ушами? Вот тоже с ушами. Алиса, зомби, жесть. Так, что делать-то? Кругов осталось, обменов осталось. Ладно, допустим. А теперь что? Поменяла, ладно. И что дальше? Куда, карта? Ты куда, блин? А, Лена, хитрюга, блин, меняет карты. А я вот так вот сделаю. Мяу. Жесть, Алиса шпион у нас. Лена, хочешь себя увидеть в неглиже? Давай, вот, молодчинка, выбирай эту самую карту. Так, теперь мой ход. А я вот эту выберу, Лена. Меня не обманешь. Да, блин, зачем она ко мне вернулась? Я хотела новое получить, что-нибудь. Теперь-то что делать? Алина, эту хочешь карту? Пожалуйста. Уже эту? Как ты, однако, быстро меняешь свой выбор. Нет, хочу вот эту вот. Эй, победа! Какая такая победа? Победа, не, не слышала. Что-то бред какой-то на картах, нет? Вот тут какая-то девушка с совой. Такое ощущение, что Гарри Поттер, блин, свою сову запускает в воздух. Потом Лена в клевом платье. Потом какая-то ведьма. Ульянища, типа Чиби. Опять некто с ушами, кто меня провожает каждый раз в этой игре. Я вообще знать не знаю, кто она такая. Минутку! С ушами! Да еще и с косичкой! Это же она мне что-то в автобусе говорила во сне! Жесть! Что вообще творится здесь, а? Потом, кажется, Алиса с базукой. Потом какая-то девочка с ушами, что ли, снова и, кажется, в городе как будто. Ну, потом Лена в кошмаре каком-то надетом на нее. Потом опять та самая ушастая, Алиса. Опять какая-то ушастая и опять Алиса. Так, победа, это хорошо. Дальше что делать? А, щелкнуть мышью по победе. Блин, хорошо, что я выбрала начать турнир, да? А не проиграть Лене заранее. Я победил! Жесть, блин, я... Я просто в шоке, я не понимаю, как мне удалось выиграть, как вообще тут одержать победу, но какая в сущности разница, да? Я так понимаю, мне нужно еще два турнира пройти. Сначала типа такой отборочный турнир, в котором выяснится, одержу победу я или нет, а потом как бы кто-то будет играть, ну, допустим, с Алисой. Вот уж действительно трудно играть в игру, только что придуманную, да еще и не тобой. Но я выиграл! Правда, радость победы немного омрачала то, что проигравшая оказалась Лена. Интересно, когда я ей проиграла, ее победа так же моей грустью из-за проигрыша омрачалась или нет? Она и без того была не особо уверена в себе. Да как же, блин, неуверенная, в щеку целоваться лезет, тоже мне неуверенная. Теперь мне даже неудобно смотреть на нее. Ой, Семен, ты еще не знаешь, что вытворишь в скором будущем, например, будешь шпионить за полуголой Алисой. А тут ему, блин, неудобно, тоже мне. Возможно, следовало все-таки проиграть, чтобы повысить ей самооценку. Да уж, проходили, это знаем, блин. И не факт, что я таким образом у оленя самооценку подниму. Но я же поспорил с Алисой. Электроник тем временем с гордостью объявил, что первый тур окончен. Ну вот, Алиса тоже выиграла. Теперь я с Ульянищей? Через некоторое время на Ватмане появилась схема участников второго тура. Пара полуфиналистов составили Алиса и Женя, Ульянища и... Я. У меня врылся обреченный вздох. Что-то я реально не понимаю, как победу удержать, как проиграть. И тут же, напротив, уселось Ульянища. Хэ! С улыбкой до ушей она уставилась на меня. Как это-то Лену обыграл? А что, Лена спец в картах или что? Не понимаю. Жоличил, наверное. Я же не ты. Просто я умею играть в карты, вот и все. Я прямо, блин, мистер самоуверенность. Пусть она хотя бы так думает. А ты как Шурика обыграл, лучше мне скажи. А! Ульянища махнула рукой, показывая, как это было просто. Прегрозила, что вступлю в его клуб. Господи, ах ты шантажистка! Так может, не зря Семен так над ней издевался чуть ранее? И снова широко улыбнулась. Будешь мне поддаваться? Угу, сейчас же. Мне-то ты уж этим точно не пригрозишь. И не надейся. Ну вот. Тогда я сама буду выбирать, какую карту тебе отдать. Ты правила слышала? Да плевать! Похоже, ее действительно это мало волновало. Ладно, тогда я буду отдавать тебе только те карты, что выберу сам. Договорились. Водушевленной победой в первом туре я решился на этот опасный шаг. Я, блин, ума не приложу. О чем это они вообще? Какие карты? Что? К чему? Как выбирать самостоятельно? О чем вообще речь, а? Можно было ввязаться в спор, позвать электроника и в конце концов настоять на своем. Но я почему-то был полностью уверен в исходе этой партии. Да, мы нарушали правила игры. Но находились с Ульянищей в равных условиях хотя бы. Я посмотрел на электроника. Время начинать второй тур. Скомандовал он. Командир, блин, наш. Электроник. Я аккуратно открыл карты и стараюсь не дать Ульянища заглянуть в них. Как будто от того, что она на них посмотрит, что-то изменится, правда? Ничего себе, Алиса пират. А Лена школьница и опять, блин, в каком-то белом помещении. Вот опять та девочка с ушами. Да кто она вообще такая, а? Это Ульянища в форме пионера? Ничего себе, опять Ульянища? Какая-то пипец какая-то странная, но с пушкой классной. И Алиса тоже какая-то странная, со спущенными трусами и полуголой. Фу, какая мерзость. Ладно, я не знаю, что делать, поэтому давайте просто будем следовать за игрой, и уж там как получится. Это кто? Это Алиса, что ли, снова? Вытягивание. Теперь я буду вытягивать. Опять я ту же карту, блин, вернула. Ладно, тогда пусть твоя к тебе возвращается. Что, я вообще больше карт других выбрать не могу? А, Ульяна какая-то! Да ладно, победа, серьезно? А, я просто в шоке. Что у нас тут опять? Ульянища, только повзрослевшая уже, да? Алиса с пушками. Где-то я, кажется, вот это вот уже видела. Школьная форма, пистолеты. Что-то знакомое. Опять мужа и ненавистница, я не понимаю. Тут славяны нету, блин, славяны никогда нет. Это что за дела? Победа внезапно одержала победу. Теперь я буду с Алисой сражаться. Жесть. Эй, так нечестно. А как честно? Ты должен был поддаваться и проиграть. Что? От недовольства она надула щеки и стала похожа на колобка. Давай переиграем. Только ты теперь поддавайся, слышишь? Это мои слова, Ульянища, когда я играю в игры, где какая-то запредельная сложность, хотя я выбираю легкую или нормальную. Но ее слышал не только я, а весь зал. Вся столовая, я бы сказала. И даже электроник, что вообще ему непостижимо. Никаких переигровок. Ульянища не просила на него ни малейшего внимания. Ты должен проиграть, должен! Я тебе должна разве что-то серьезно? Но с какого такого перепугу за то, что ты издеваешься надо мной? Я вообще с тобой не собираюсь играть второй раз. Спокойно, сказал я. Ах, так? Да, так. Тогда я всем расскажу о том, что ты к Алисе приставал. Как вы достали этим шантажом? Ну серьезно. Сказала она шепотом. Чего? Но ведь это же неправда. Я перегнулся через стол и грозно посмотрел на нее. Вот что это за противник? А вообще, честь, благородство, они об этом только слышали. Шантаж? Ложь? Вот что ему ведомо. Значит, подслушивала. В смысле, Семен, ты что, реально к Алисе приставал? Не подслушивала, а просто имен проходила. В конце концов, сыграть лишний раунд это куда лучше, чем... О, нет, Семен, нет, не соглашайся. Ну что ты такой-то, а? А ведь она может. Я вздохнул и обратился к электронику. Переиграем. Ничего страшного. Я боюсь, что я проиграю, блин. Ведь если я не проиграю, то Ульянище все равно расскажет. То есть тут не дело в том, переиграем мы или нет, а дело в том, чтобы я проиграла как раз. Как знаете. Он пожал плечами. Итак, матч-реванш начался. Ладно. Ого, медведь-шпионит за мужей-ненавистницей? Видимо, поэтому она мужей-ненавистницей стала. Да, блин, всего одни эти жрицы. А это еще кто? Это Лена в костюме ведьмы? Ничего себе. Вот так поворот. Ой. А это еще кто? Жуть-то какая. Фу, а это кто? Это Лена, что ли? Господи, что за кошмар? Опять победа? Фу, блин, она губная. Голая, голая, фу. Ааа, мерзость-то какая, блин. Что за карты? Какие-то эротические или что? Фу. Мерзость. Проще простого. Сказал я, и вальяжно разводился на стуле. Так нечестно. Надеюсь, они потребуют еще одной переигровки. Почему же нечестно? Усмехнулся я. Ладно. Обиженно сказала Ульянеща и встала из-за стола. Я внимательно посмотрел на схему турнира, пытаясь понять, кто же мне достался в соперники по финалу. Так и знала, что мужа-инавистница. Вот так и знала. В ту же секунду ко мне за стол села Алиса. Я глупо и неестественно улыбнулся. Как будто это было неожиданно, да? Как будто боюсь ее. Ну, кстати, страх реально может помешать себе держать победу. Тем более, что я все еще не знаю, как я умудряюсь их одерживать. Поздравляю с победой. Рассчитываешь выиграть? Рассчитываю, что ты сдержишь свое обещание. Ладно, погнали. Давай уж погнали. Фу. Забирай эту мерзкую карту. Господи. Что за дичь? Что, я поменять места мне должна? А дальше что делать? Не-е-е, от Алиса забрала бы ты ту карту, ну. Что за отстой? Я-то хочу эту карту, Алиса. Я-то эту хочу. Хватит уже их местами менять, не поможет. Вот, наконец, нормальная карта с нормальным рисунком. Блин, они мерзостью какой-то. Давайте вот так вот. То есть, любой из этих двух Алиса выберет. Мне, если честно, все равно, какой он. Давайте эту карту. Кругов осталось, кстати говоря. И обменов осталось. Я что-то вообще ничего не понимаю, от чего эти обмены все зависят. Алиса, забирай-ка ты вот эту карту. Хочешь эту? Ладно. Без проблем. Ничья! Жесть, там машина, офигеть. Вот так поворот. Опять то ли Лену, то ли Алису изобразили с какой-то, блин, тупой рожей. Но серьезно, как даун. Жесть. И что делать дальше? Ничья! Играйте еще раз. Нет! Я не хочу опять на этих голых девушек смотреть. Ну что за... Нафиг, блин! Алиса, забирай, блин! Одну из этих карт. Мне плевать какую. Я от них обеих хочу избавиться. Я уж подумала, что я выиграла. Пипец просто, блин, какой-то. Алиса, забирай себя, а! Вот молочинка. Опять карты меняет. Опять кто-то с тупой рожей. Кажется, это Алиса. Кстати, а что с ее хвостами? Они как-то удлинились. Еще больше, блин, волосы изломаны. Что за дичь? Я не хочу эту тупую рожу, блин, даунскую у себя видеть. Поэтому нафиг. Опять! Победа! Да ладно! Я, короче, не знаю, что я делаю, но это победа. Все. Единственный мальчик здесь... А нет, не единственный, еще шурик есть. Ну, короче, ладно, единственный человек, чему лица не видим, мы... Он выиграл. Я просто в шоке. Ура! Я выиграл! Пусть теперь Алиса знает, что со мной лучше не связываться. Значит, не зря я все же с ней поспорил. Теперь оставалось надеяться, что она не станет распускать сложные слухи от обиды на поражение. Кстати говоря... Вдруг захотелось сделать себе подарок в честь победы и пойти искупаться? По правде говоря, я и плавать-то толком не умел, но возможность окунуться в прокладную воду на пляже при луне было слишком заманчивой. Тем более, после вчерашнего дня, проведенного в зимней одежде, меня можно было выжимать от пота. Вечером и здесь никого не должно было быть. Я надеюсь, что от Семена не воняет обрет пота. Поэтому я раздел все трусов и вошел в воду. Надеюсь, что Алиса не шпионит. Знал бы заранее, захватил бы и самоплавки. Но, чувак, ты же зимой шел навстречу однокурсников. Тебе бы и в голову не пришло, что... Тебя может в лето перенести каким-либо образом. Обычно мне вполне хватало проплыть 15-20 метров. Но вот раз эйфория от победы на турнире подтолкнула мне побить свой рекорд. Нет, ты еще и плавать имеешь, к тому же. А поезд все на том же месте. Кстати, почему бы мне вплавь до этого поезда не добраться и как-нибудь не попытаться у него отсюда уехать, а? Я плыл медленно и размеренно. Следил за каждым движением рук и ног. За каждым вдохом и выдохом. О! И тут бах! Удар! По спиане отправил меня под воду! Жесть! Я начал захлебываться, но усилием воли взял себя в руки и вынырнул, схватившись за буюк. Алиса! Жесть, блин! Я обернулся и увидел Алису, плывущую за мной. Какой кошмар! Ничего себе у тебя! Бицепсы, блин, Алиса! Ты что творишь? Как что? Приветствую победителя! В воде ты русалка, что ли? А если бы я утонул? Ну, я бы тебя спасла. Ага. Как будто бы ты поняла, что я тону. Фу, убегите голову Семена, мир скажи. Ага, как же. Находиться здесь было попросту опасно. Утопик еще не равен час. Поэтому, вложив все силы в последний рывок, я попал к берегу. Как будто она его заново не может схватить и тянуть под воду, да? Мокрый песок покрывал меня с ног до головы, дыхание постепенно восстанавливалось. А вот и ты, ты же была в красном купальнике. Да уж, купаемся с Алисой тут при луне, я романтика. Через некоторое время из воды вышла и Алиса. А, ты неплохо плаваешь? Не сказал бы. Угу, и ты тоже. Ну, я-то понятно. Я промолчал. Да уж, лучше промолчу, блин. Ты сегодня у меня уже два раза выиграл. Каких таких два раза? Когда был второй раз? Вот сейчас и заплыв или что? Значит, тебе прощаются те два долга. Вот именно, какие долги, о чем она вообще? Я тоже в шоке. Алиса, похоже, не совсем здраво воспринимала действительность. То, что она не совсем здраво воспринимает действительность, так это совершенно точно. Я с этим полностью согласна. Радушно благодарю. Съязвил я настолько, насколько мог. Знаешь, а ты не такой уж и неудачник. Что? Так вот, какого мнения ты во мне было? Господи, что за пошлость пошла? Алиса, алиса, алиса была одета в купальник, который хорошо подчеркивал все прелести ее фигуры. Я, блин, девочка. Мне вовсе незачем других девочек таким взглядом обводить. Семен, очнись, блин. Но при всех минусах характера Двачевской этот плюс у нее не отнимешь. А с чего это вдруг я неудачник? А она хитро улыбнулась. А что, разве не так? Нет, конечно. И чем докажешь? Ну ты клевая, все ты тебе доказывай. О чем ты вообще? Что, нашла кому подкатывать и нашла того, кто тебя не боится, да? Кто тебя обыгрывает и ломать будет? Фу. Мерзость-то какая. Не собираюсь я тебе ничего доказывать. Ах, вот так значит? Сказала она беззлобно. Да что такое, когда она беззлобно говорит, я наоборот злобно стараюсь. Да, вот так. Наступило ожидаемое молчание. А у Мата в ее голове немного. Тихий ночной ветерок лениво играл волнами, то накатывая их на берег, то забирая назад, чтобы собраться с силами и перегруппироваться. Алиса все так же смотрела словно сквозь меня, казалось и забыв о том, что я все еще здесь. Эй, земля вызывает Алису. Ее взгляд вмиг вернулась осмысленность. Видимо задумалась, как ты, Семен. Ладно, бывай. Что? Только что спорила со мной? Пыталась из меня какие-то доказательства выбить? А теперь все? Адьо, самика. Это вообще как понимать-то, а? Она забрала лежащую рядом одежду и ушла. Ну и с моей стороны молчание тоже. Что тут еще говорить? Было уже поздно, но я решил еще некоторое время полежать и посмотреть на звезды. В конце концов, раньше мне редко представлялась такая возможность. Или просто я сам редко себе ее создавал. Ведь если подумать, свет от далеких звезд долетает до нас за миллионы лет. И инопланетяне, они где-то там у тех, кто надо мной эксперименты проводит. Вот сейчас я вижу звезду, потому что она светила тогда. А для нее это тогда, далекое прошлое. Что? О чем ты, Семен? Я не понимаю. И сейчас она, возможно, уже взорвалась. Стоп! Она же и мою одежду забрала! Это же паразитка, блин! То есть, Семен голый, что ли, остался? Я вскочил и начал осматривать пляж. Кажется, пора пройтись по домикам пионеров в поисках Алисы. Действительно, Алиса унесла и мою пионерскую форму. Черт возьми! А ведь я только начинал думать, что она может быть не такая уж плохая. Надо срочно что-то придумать. Конечно, можно пожаловаться Ольге Дмитриевне. Но вернуться к ней в одних мокрых трусах? В каком домике живет Алиса, я не знал. Стучаться все подряд тоже не вариант. Может быть, я сикславяне? В таком виде? Что она, блин, подумает обо мне? Да, точно, ночью в одних трусах только розы в зубах не хватает. Но можно ромашку сорвать. С какой стороны, не посмотри, я попал. Причем попал серьезно. А вдруг Алиса не в домике, а за деревом он где-нибудь стоит и прячется, хихикая там надо мной, злорадствуя и всякое такое. Но делать что-то надо было в любом случае. К счастью, и так много времени прошло. Я еще успевал ее догнать. Думаешь, Семен, да? Бегу! Давай посмотрим. В мгновение ока я оказался на площади. А вот и ты! К моему огромному удивлению, Алиса сидела на лавочке и явно скучала. Ну, ждала же, не дать не взять. Она уже успела переодеться. Отдай! Да бери! Ответила она каким-то виноватым тоном и притянула мне форму. Что, совесть замучила, да? Только не думай, что я это специально тут тебя ждала и всякое такое. Пф! Тоже мне. Алиса развернулась и не спеша пошла в сторону домиков. Я остался стоять, как вкопанный. Такой финт ушами был выше моего понимания. Возможно, у нее проснулась совесть. Хотя, какое там? А она точно все отдала? В любом случае, с ней нужно быть поосторожнее. И события сегодняшнего вечера ничего не меняют. Я направился к домику Ольги Дмитриевны. Впервые сзади меня наткнула дикой усталостью. Думаю, я это уже все читала, видела, поэтому давайте проматывать. Да, вот так поворот, ничего себе. Так, а что? В библиотеку, что ли? А я не помню, что я выбирала. Так, надо опять подсмотреть, потому что я реально не помню, что от меня библиотекарша хочет, зачем ей, ну и так далее, и так далее. А, она, оказывается, попросила меня взять завтрак и позавтракать с ней. И вот у меня вариант, я могу, получается, отказаться, могу согласиться. Поскольку я согласилась в прошлый раз, то сейчас давайте откажемся. И, кстати, вот эти вот наши вечерние купания с Алисой, я, знаете, подумала, что после такого, когда она будет меня учить играть на гитаре, это вот как раз то самое подходящее. И даже, наверное, было бы можно запросто так с ней отношения развить. И, кстати, когда мы с ней купались, получается, славяна в лесу где-то там тоже купалась, ходила, бродила, короче, ужас просто. Но я хоть за славяной не подсматривала, уже неплохо, я считаю. Так, отказываемся. Извини, но я уже с Леной договорился. Я был уверен, что Лена будет не против моей компании. Хочется верить. Подожди-ка, успеешь еще? Что за, блин, навязчивость, а? Извини, давай потом. Я аккуратно освободил свой рукав от ее руки и направился в дальней констовой. Она еще и цепляется за мои рукава, ну вы гляньте. Женя что-то кричала мне вслед, но я старался не слушать. И что навязчивая какая, ну? Привет, доброе утро. Лена, услышав крики библиотекарши, уже некоторое время украдкой поглядывала на меня. Это-то украдкой, что ли, вы называете? Из-под нахворенных бровей тоже мне украдкой. Доброе. Как ни странно, она не покраснела, а даже улыбнулась. Действительно странно. Можно к тебе присесть? Я сейчас сбегаю за завтраком. Кстати, мы же с Леной вот в последние дни так точно практически и не общались. Да, конечно. И молчание, молчание ягнят. Через минуту я уже сидел напротив нее с нехитрым набором блюд на подносе. Ну, бла-бла-бла, я это все перечисляла в одном из простых видео, не собираюсь я это опять читать. Приятного аппетита. Спасибо. Я старался есть как можно аккуратнее, не чавкая, не роняя на себя кусочки еды, не вливаясь компотом. Кажется, это я тоже читала. Ведь можно же, если захотеть, есть как человека, а не как оголодавший боров. Кстати, да, Лена, как обычно, молчала, а значит, начинать разговор придется мне. А обязательно начинать разговор? Пойдешь сегодня на танцы? Да, наверное. Опять она нахмурилась, да что ж такое-то, а? Она сделала небольшую паузу. А ты? Не знаю еще. Хотя идти мне совершенно не хотелось. Я и в школе не любил дискотеки, а уже в более сознательном возрасте. А почему? Что почему? Мысли что ли читаешь? Мои мысли все еще кружились далеко, в школьных временах. Как видите, я тоже очень трудный собеседник. Почему не хочешь идти? Я же не сказал, что не хочу. Ну, ладно тогда. Если, конечно, ты меня приглашаешь. Еще так бровями нужно... Ну, знаете, как-то подмигнуть или что? Короче, подергать. Лена покраснела и отвела взгляд. И, видимо, приглашает. Ну, я не знаю насчет... Насчет чего? Извини, это была шутка. Ну вот, я обломала, блин, ей планы все. Господи, Семен. Я смутился. Хотя, наверное, не стоило так шутить. Хорошо. Безучастно произнесла она и уставилась к себе в тарелку, продолжая все больше краснеть. А Лена, может, у тебя температура повышенная? Ты не заболела случаем? И чего вообще мне эти танцы сдались? Как будто говорить больше не о чем. Хотя, постойте. Ведь и правда не о чем. А ты спроси. Может быть, она книгу уже начитала? Интересная ли книга? Что-то вообще происходило в этой книге и так далее, и так далее. А ты не знаешь, что Женя хотела? Как оригинально, блин, Семен. Как оригинально. Проигнорил Женю, пошел к Лене, а теперь разговаривает с Леной о Жене. Не слыхал о таком чувстве, как ревность? Не? А? Ну, я когда с Лавой зашел, она, ну, что-то хотела от меня. Не знаю. Ясно. Ясно, понятно. Разговор явно зашел в тупик. И я постаралась сделать вид, что полностью сосредоточен на еде под эти звуки одинокой, блин, вилки, которая бьется от релку, по всей видимости. Лена закончила завтрак, быстрее меня. Более сосредоточен, чем я, видимо, была. Ладно, я пойду, увидимся. Да, пока. Увидимся, как же. Я дожевывал сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Или пары. Так, а теперь, да. Медсестра у нас тут. Привет еще раз. Из-за спины Лена выглянула. Да, странно, на обеде накладывалась куда смелее. Бла-бла-бла. Так, коробки. И, слушайте, ну, я обещалась помочь Лене в своем прошлом прохождении, да, и я все еще не считаю, что с моей стороны правильным будет оставить Лену наедине с коробками. Также, если я откажусь сейчас, то у меня не будет одного из вариантов, наверное, в следующий раз. То есть, когда мне будет дан выбор, идти на танцы, там, помочь Лене или провести время с Алисой. Но, раз уж я задалась целью все-таки выбирать другие варианты, то давайте второй вариант. Знаете, меня Ольга Дмитриевна попросила вечером ей помочь. Может, врать ей не стоило, но надо было сначала думать, а потом говорить. Да, и чем это ты собрался ей помогать? Ну, как это чем, блин? Сама, что ли, не знаешь? Дело принимало неприятный для меня оборот, но я решил идти до конца. Ну вот, сейчас я себя перед Леной выставлю в самом неприглядном свете. Как жаль. У нее в домике уборку сделать, вещи разобрать и все такое. Ага. Парня об этом попросили бы, да как же. Особенно женское белье разобрать, да-да. Вы же знаете, какой у нее там бардак. Кстати, бардак, да. Небось, и шкафчик свой попросила разобрать. Медсестра посмотрела на меня так, что фиаско Наполеона при Батерлоу показалось мне всего лишь досадной неприятностью по сравнению с моим нынешним поражением. Я уже было собрался что-то ответить, но она продолжила. Ладно уж, пионер, без тебя разберемся. Вот именно, медсестра, это же, блин, твои лекарства все, вот разбирайся, тебе-то что деньги платят, а? Ты извини, просто понимаешь, сказал я, посмотрев на Лену. Она стояла все так же, уставившись куда-то себе под ноги и краснела, краснела все больше. Нет у нее явно температура. Да я ничего, я сама. Ну, тогда ладно. Поцарилось неловкое молчание. Хотелось сквозь землю провалиться из-за неудавшегося вранья, из-за того, что наверняка обидел Лену. Вот именно. Ну, пока тогда. Пока. Медсестра все так же ехидно улыбалась. Я развернулся и быстро направился прочь от медпункта, там, где меня так опозорили. Хотя мне безумно хотелось перейти на бег, здравый смысл подсказывал, что стоит идти обычным шагом, чтобы себя не выдавать. Немного прийти в себя я смог только на площади. И что дальше? Ой! Как быстро! А что посмотреть? А! Кто играет на гитаре, да? Кажется, я выбирала тот вариант в своем прошлом прохождении, поэтому сейчас давайте... Какая разница? Надо продолжать искать ответы. И пусть себе играет. Мне сейчас не до этого. Вот именно. Я вернулся в домик вожатый. Та самая коробка. Точнее, ящик. Хотя Ольга Дмитриевна Вальяжна разводилась на кровать и читала книжку. Вот черт. Семен, а ты что это здесь делаешь? Это мне бы стоило спросить. Да, я забыл кое-что. А вот и вернулся. На линейку ты так и не пришел. Да, извините. Ладно. Это все равно не отменяет того, что ты должен сегодня заняться чем-нибудь полезным. Но ведь я, кажется, занималась. Или нет. Впрочем, какая разница? Я и планировал. Только полезным для себя, а не для окружающих. Например. Можешь пойти на площадь, помочь убраться. Там заглавлены славяна. О, славяна, значит, я пошла. Странно. Пару минут назад на площади никого не было. Кстати говоря. Или зайти к ребятам в кибернетический кружок. Им там что-то нужно было. Неужели опять выбирать придется? Опять отцы-основатели. Ну и, наконец, можешь помочь спортивному клубу. Что еще за спортивный клуб? Я о таком даже не знала, что он тут есть. А там что? А они ремонтируют спортплощадку, учитывают лавочки, сетку на воротах меняют и прочее по мелочи. Честно говоря, ни один из вариантов меня не устраивал. А меня устраивало! Даже два варианта теперь. Я не знаю, что выбрать. Славяна или спортплощадка, блин. Ведь я там... Ну, нет, я была один раз, конечно, но тем не менее. И почему она всегда пытается нагрузить меня какой-то работой? Ну вот, это расплата за то, что Ирине отказалась помогать. А потому что нечего было. Серьезно, кроме славяны никто здесь особо не перетруждается. А отдельные личности, кстати говоря, мужа и навестница, и того больше, в полной мере наслуждаются молодостью и тунеяством. Это про Ульяне еще сейчас. Все попытки вожатой занять меня чем-то, казалось, преследовали одну цель. Не дайте мне понять, где я нахожусь. Кстати говоря... Кстати говоря, ведь и точно, пока Семен занят, ему действительно не до того. Не до поисков там ответов, не до рассуждений всяких, что с ним происходит и так далее, и так далее. А ведь действительно, когда ты ловко орудуешь метлой, борясь с мусорной армадой, экзистенциальные мысли отходят на второй план. В моем случае такая трудотерапия могла бы пойти на пользу. Но как больной гангреной не будут до последнего отказываться от ампутации, так и я до последнего буду защищать свой образ мыслей. Знаете, у меня вообще-то свои планы были. Да? Это какие же? Она оживилась. Все-то тебе расскажи. А что это, прости, у тебя там за такой ящичек, закрытый на замок, а? Ну, не могу же я ей в самом деле рассказать, что у меня номи? С одной стороны, почему бы и нет? То есть, почему бы не рассказать? Но с другой, это может быть опасно. По крайней мере, сейчас сохраняется какое-то хрупкое равновесие. И мне ничего не угрожает. Эх, Семен, помнил бы ты о своем предыдущем пребывании здесь. Ты бы сразу знал, как общаться с Олигой Эльмитриевной и обращаться. Хотя бы с виду. Так я и думала. То есть, ничего, да? Ничем я не занята, значит, можно меня отправить на все четыре стороны. Что именно думала, вожатая, было понятно и так. Видимо, ты еще до конца не понял, как важно участвовать в общественной жизни. Ведь только так ты сможешь стать образцовым пионером. Еще одной длинной лекции на эту тему я бы просто не пережил. Поэтому решил согласиться на предложенные ей варианты. В конце концов, ответы в этом мире можно найти в самых неожиданных местах. Наверное. Ну, или мне за тебя выбрать? Ух ты! Нет, давай лучше я. Хотя ты можешь мне помочь. Будь моим советчиком, пожалуйста. Голос вожатый не терпел возражений. Уж как-нибудь сам. Поверьте мне, Ольга Дмитриевна. Проворчала я себе под нос и вышел из домика. Ну, а теперь давайте посмотрим. Пожалуй, я помогу славяне. Думаю, помогу ребятам в постройке гигантских роботов. Ладно, я помогу спортивному клубу. Ну, как я уже и говорила, электроника и шурик своими роботами меня совершенно не привлекают. Славяне я очень хочу помочь, правда, потому что Семен Прав, она выкладывается на все стои просто как никто здесь. Но, с другой стороны, в своем первом прохождении мне бы и в голову не пришло, что здесь есть какой-то спортивный клуб. А что, если я там встречу новые лица? Я надеялся, что под перелогом помощи спортивному клубу получится улезать от работы. Но ведь я же не об этом думала, блин. У них и так наверняка хватает народу. И без лишней порук они вполне обойдутся. Народу, говоришь, хватает. А ты вспомнил музыкальный кружок, где одна лишь Мику. Однако, дойти до спортивной площадки все же следовало. Хотя бы, чтобы отметиться. Кстати, а ведь получается, что я медсестре не соврала, да? Ведь действительно меня, вожатая, вот, пожалуйста, нагрузила всякой работой. Поэтому, я считаю, не соврала даже. Мне действительно не до помощи Лене. А то вдруг Олега Дмитрия именно потом узнает, что ее образцовый пионерту не ядствует, пренебрегая общественно полезной деятельностью. Мало ли, у них тут есть наказание похуже вулочки на партсобрании. Такое развитие событий никак не входило в мои планы. Поэтому нужно действовать. Итак, я на этой площадке во второй раз. Интересно, что-то там забором такое огорожено, а? А ведь, если это тот самый забор, за который нельзя заходить, потому что тогда покинешь территорию лагеря, то почему тут не полностью все им огорожено? Как странно. Однако, вместо уборки, покраски, починки и прочего ремонта на футбольном поле вовсю шел матч. Так вот оно, значит, как вы тут вкалываете, да? Ну, все понятно. Блин, а ведь там Ильянича наверняка в этом клубе. Играли 5 на 6. То есть не хватает меня. А, нифига себе, ты что, прям в этой форме играешь? Жесть. Я пригляделся к участникам и узнал Ильянища. В туфлях, блин, да как можно-то по полю, господи. Не буду им мешать. Просто посмотрю. Команды были явно неравны по силам. Одна из них состояла полностью из малышей. Детей от по 12. Небось там и Ильянища, да? В другой были сплошь ребята постарше. И вот там наверняка не хватало членов команды, да? И к тому же за нее играла Ильянища. Что? Ну и ладно. Что может один человек, тем более девочка? Но вскоре я понял, что ошибался. Ильянища технично работала с мячом, обыгрывая соперников одного с другим. Но ведь там команда малышей, поэтому неудивительно. Ей, конечно, не хватало умения играть на команду. Но на таком уровне этого и не требовалось. Голы она сбивала регулярно. Я подошел поближе к полю. Ну вот, кажется, я ее отвлекла. Эй, давай с нами! У них одного человека не хватает! Так вот, как вы тут занимаетесь общественной работой! А мы уже все сделали! Что-то, блин, не в жизни не поверю я тебе. Обиженно возразила Ильянища. И я глядела в спортивную площадку. Лавочки покрашены, сетка новая натянута. Лавочки покрашены? Но ведь я только что сидела на одной из них, блин! Когда только успели? Заходи за них! Ну, раз отказался в прошлый раз, то сейчас, пожалуй, сыграю. Я, кстати говоря, так и подумала, что неплохо бы. Мяч на центре поля. Мы начинаем! Я первым же касанием, аккуратным ударом кладу мяч в девятку ворот соперника. Ничего себе, да ты спортсмен, Семен! Вот я, например, вообще нет. На самом деле, это не составило особого труда. Поле в длину было километров пятьдесят. А вратарь чужой команды даже не доставал до перекладины. То есть я за малышей играю, а у тех, где повзросли члены команды, у них вратарь не достает до перекладины? Это вообще как, а? Спустя какое-то время я сейчас стал уже равным. И хотя вначале моя команда отставала на семь или восемь голов. Ничего себе! Справедливости ради надо отметить, что и команда Ульянища забила парочку мячей за это время. Точнее, забила она. А, нельзя сказать, что в ее арсенале был набор финтов Рональдинью или филигранные удары Бекхэма. Она просто прокидывала мяч в сторону и, подходя в упор к воротам, била, что называется, с пыра. Сходку пыра, блин. Однако такая нехитрая тактика приносила свои плоды. Я не мог уследить одновременно за всеми игроками команды противников. А мои товарищи были плохой подмогой. Конечно, играл я гораздо лучше их всех. И, в принципе, мог забить столько, сколько бы захотел. Но тогда мне казалось, что не спортивным. Ведь главное не победа, а участие, не так ли? Кстати, я удивляюсь, блин, как это у Семена еще мышцы не атрофировались? Ведь у нас дома даже не выходит. Но после того, как Ульянища сказала... Пенальти бьем! Кто выиграет, тот и победил в матче! Интересно, а что победа даст? И я решил, что проигрывать совсем не хочу. К тому моменту счет был 11-9. Ничего себе! В нашу пользу! А что пенальти дает? Ведь команда Ульянища проиграла уже. Так что не было смысла отказываться. Вставай на ворот, а я тебя буду бить. Потом ты мне. По одному удару? Да! Я встал на линию и приготовился. Я надеюсь, мне выбирать сейчас не придется, куда шарахаться, к какому углу врат. Она разбежалась и... Ударила прямо по центру мне в руки! Что, серьезно, что ли? Промазала Ульянищ? Пф, слабачка. Так нечестно! Что нечестно? Я перебью! Ой, блин, Ульянища, ну хватит, а! Проигрывает, потом говорит про нечестность. Достала! Смирись, как я смиряюсь с проигрышами. Перебей! Сказал я с улыбкой. Второй удар у нее вышел совсем в молоко. В какое молоко? Тут нет молока, Семен, о чем ты? Еще хочешь? Нет уж! Фыркнула она. Ну а ты меня точно не забьешь! Посмотрим. Аккуратным ударом я положил мяч в правую от нее шестерку. Такой весь из себя напыщенный и высокомерный Семен. Ульянища даже не дернулась. Впрочем, было незачем. Такие пенальти не берутся. Получается, я выиграл. Она промолчала и лишь обиженно посмотрела на меня. Ну надо же, блин, в этом втором круге ада, можно даже и так сказать, я уделываю наглых и дерзких просто одну за другой. Я в шоке. Надо было как-то разрезать ситуацию. Да ты не расстраивайся. Я же просто... Сейчас пощечину-нибудь получу, нет? И тут заиграла музыка, призывающая пионеров на обед. Ладно, еще отыграюсь. Она рассмеялась, помахала мне рукой и побежала в сторону столовой. Почеканив немного мяч, я направился за ней. Вот зачем ты, Семен, блин, тянешь время? Ведь столовая опять забита будет, ну? Ой. Ой-ой-ой. То самое. Произошло то самое, да? Но я не понимаю, с какого перепугу Ульянища мне прислала компот, блин, в лицо. Но если я выиграла там, ее обыграла, то есть я должна была дать ей понять, где вообще ее место, где раки зимуют, там почем фунт лиха, ну и так далее, и так далее. Так, я выбрала в прошлый раз остаться и помочь Ульянище убраться, потому что мне было немножко, ну, совестно. Я думала, ну как одного ребенка оставить, убираться? Мы же вроде как вместе тем более виноваты. Хотя, какая моя вина в том, что она на меня это все выплеснула? Нет моей вины, вообще мне мыться пройти, так что я сбегаю. Решение пришло само собой. Пока Ольга Дмитриевна отчитывала Ульянище, я прошу мыл к выходу, благо он был рядом. Так, и что же меня ждет тут? Выйдя на улицу, я замешкался на пару секунд и столкнулся с электроником. Похоже, он задержался в кружке. Идешь кушать? Куда спешишь? Я? Мой шаттл отбывает через 10 минут. Это я так шучу, электроник, не пугайся. Просто чувство юмора плоское. Чего? Эй, подожди, ты со мной что ли хочешь? Слова электроника растворились в воздухе позади меня. Неужели электроника мой внешний вид? Моя грязная рубашка вся в морщи и так далее не напрягли, а? Я выбежал на площадь. Явно не самое удачное место, чтобы спрятаться. В минуты сильного напряжения или усталости я часто начинаю разговаривать сам с собой. Да ты... Не знаю, у тебя с головой что-то, Семен, кажется, нет? Не разговаривать, а скорее бы вонить тебе под нос. Это помогает светочиться и быстрее найти правильное решение. Мне это помогает светочиться только на английских словах. Я тогда, кажется, лучше понимаю, как их перевести, блин. А то бывает, что теряюсь и не понимаю нифига. Куда дальше? Дальше куда? Самым удачным местом, несомненно, было то, где меньше людей. Соответственно, это лес. Хей, я на том же месте, куда мы в поход ходили, ну надо же. И там же я пряталась, когда решила сбежать из лагеря. Через полминуты я уже сидела на пеньке рядом с лесной тропинкой и отдыхал. Удачно убежал-то, однако. Надеюсь, это научит у Янищи, как надо себя вести. Ведь уже не ребенок-то, дай бог. И правда, уже не ребенок. А чем это ты, Семен? Тут я подумал, что, может быть, поступил не совсем правильно. А то есть обливать тебя компотом, это правильно? Это норм? Я просто в шоке. В любом случае, немалая часть посуды на моей совести. Да, и начнем с того, что можно было вообще не начинать. Что не начинать? Как бы ты мог защититься от того, что в тебя компотом плеснули, а? Я задумался. Как погодка? Что, Славяна, что ты здесь делаешь, а? Тоже по лесу, блин, рыщешь или тоже сбегаешь? Или ее отправили за мной, чтобы она меня привела. Так, Славяна, я тебя не видела, ладно, ты меня тоже. Передо мной стояла Славяна. Как незаметно, подкрылась. Хорошо, хоть не Ольга Дмитриевна. Ну, кстати, да, уже неплохо. Выходит, это место совсем близко к лагерю, что ли? Зачем же мы тогда во время похода, блин, находили кружили здесь? Ничего. Только и смог ответить я. А я так и думала, что найду тебя здесь. Ты меня искала? Зачем? А, Ольга Дмитриевна, значит, приказала найти живым или мертвым, да? Почему? Не знаю, просто... Она посмотрела на небо. Здесь меньше людей. Тебя-то тоже привлекает, что ли? Неужели Славяна считает меня социофобом? Меня! Самого общительного в мире человека? Впрочем, основания у нее есть. А ты? Что здесь делаешь? Тебя ищу. Зачем это? А она вновь улыбнулась, но в этот раз как-то по-другому. Приветливее, что ли? Меня? Зачем? Не догадываешься? Неужели, Ольга Дмитриевна, я уже приготовился выслушать в свой адрес несколько ласковых? Понимаю, что ты виноват меньше, чем Ульянище. И что мне это дает? Ты же наверняка меня ищешь за тем, чтобы вернуть в столовую, чтобы помочь Ульянище убираться, да? Меня оправдывает помощница вожатая, вы только вдумайтесь. А от этого чувствуешь себя еще более жалким. Нет, ну серьезно, у нас же тут неплохой, хороший полицейский. Но раз уж не стал помогать ей, то поможешь мне. Это в чем это? Ты изобрела воздушные шары и хочешь, чтобы я была первопроходцем? Сказав это, Славяна вновь посмотрела на небо. Интересно, что она там ищет? И в чем помощь заключается? Нужно разобрать книги в библиотеке. Эй! Это же то, о чем меня хотела библиотекарша, попросите, если я не ошибаюсь, да? То самое. А что, Славяна, сама не можешь? Ты же трудоголик такой, вся из себя ответственная и так далее, и так далее. Ну ладно, это куда лучше, чем каторжные работы с Ульянищей. Да, и отказаться на самом деле я не мог попросту. Это еще почему, а? Весь в вашем распоряжении, мадемуазель. Или мадам? Думаю, это не то, что стоит здесь сейчас выяснять, Семен, на самом деле. Есть ведь дела и поважнее, например, поиск ответов. Истина где-то там. А она рассмеялась. Тогда пройдете саму АМС. А вот и мы. Через несколько минут мы подошли к библиотеке. Всю дорогу я с опаской взялся по сторонам, боясь встретить Ольгу Дмитриевну. Славяна, казалось, не замечала этого. И вообще, весьма странно, что она не отругала меня. Конечно, продолжая аналогию, Славяна уж точно добрый полицейский. Ох, столовая. Ой, не столовая, а библиотека, блин. Как тут пахнет. Не знаю, чем. Затклый, в общем, воздух какой-то. Давно не проведете, видимо. Внутри библиотеку освещал яркий солнечный свет, в котором купались мириады пылина. Так, и что же там дальше было? Особая библиотечная пыль с особым запахом, который ни с чем не спутаешь. Ну, я же говорила. Микроскопические кусочки, отживающих свой век собраний, сочинений классиков, марксизма, ленинизма. Все самое скучное и неинтересное. Интересно, одинаково ли пахнет пыль рядом с полками художественной литературы и с книгами по физике и химии. Так, 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 тихо, тихо, тихо. У меня палец сорвался, блин. Я два раза щелкнула на вот этот вот листик с правой стороны. Давай, ты начнешь с тех рядов. А что делать-то надо, а? Славяна показала на книжный шкаф около бюста Ленина. Ладно, слушаюсь, повинуюсь, Славяна. Хорошо, а что конкретно делать надо? Просто складывай книги все на пол. А потом что? Мы их протрем, потом назад поставим. А, генеральная уборка, ничего себе. Судя по количеству пыли и чтения, явно не самое любимое занятие пионеров. Интересно, а у Славяны есть вообще время на книге? Хотя, зная ее плотный график, прям даже вот и не знаю. А где Женя? Не знаю, ушла куда-то. Ну, класс, да? То есть, ответственная за библиотеку взяла и куда-то ушла, когда тут-то другие люди убирают. Още уже, что ли? Надеюсь, она бы хотя бы заплатит за это. Странно. Казалось, что единственные два места, где можно было встретить Женю, это библиотека и столовая. Я опрелся за работу. Столько книг за один раз в руках мне не доводилось держать, наверное, никогда. К тому же, гораздо привычнее читать с экрана монитора или планшета. Как я тебя понимаю? Так, хотя бы книги покупать не приходится. Хотя бумажные книги гораздо лучше электронных в том плане, что не кажется, что зрение портится и глаза не начинают болеть. Во-первых, за электронные книги не надо платить. Во-вторых, не все можно найти в печатном виде. Ну надо же, Семен просто мои мысли читает. Или я его. Ну как? Спросила славяна, стоявшая за шкафом. Нормально. Работаем потихонечку. А ты читала что-нибудь из этого? Из чего? Ну, про коммунизм. Нет, а мне больше историческая литература нравится. Как и мне. Приключений еще. И мне. О, господи, боже мой, да у нас у всех троих одинаковые вкусы. В плане чтения книг. Только вот приключений, я кажется, не люблю. Зато историю, ну, не всю историю, не учебники по истории читаю с удовольствием. Историческую литературу я не очень любил. Но по сравнению с классовой борьбой. Вот и я говорю, неинтересно это. Ты не обижайся на Ульянище. С какого перепуга славяна разговора бы они и завела. Не обижаюсь. И я сама, блин, кого хочешь обижу. Действительно, случившееся в слове уже не так больно задевало мое самолюбие. Отошел, Семен. К тому же до встречи со славяной я успел отмыться от остатков обеда в лесном озере. Что? Когда? Успел? Когда? Она не со зла все это. А с какого тогда перепуга она это делает? Со зла или нет, но надо думать, что делаешь. Впрочем, ладно. Я перекладывал десятки книг неизвестных мне авторов. Через минуту я уже забуду, кто они. О чем они писали, так и не узнаю никогда. Такова судьба многих писателей. Стать безвестным набором букв в толстом переплете на полке в леотеке несуществующего пионерлагеря. Какая объемная мысль. Закончил? Да, кажется. И я. Ладно, давай я буду протирать, а ты складывать назад. Хорошо, ладно. А, она такая добрая, такая няша. Так, я не помню, в каком они порядке стояли. Ничего, все равно их никто не читает. Офигеть, ну ты клевая славяна. Кажется, у нее есть улыбка на все случаи жизни. Лишь иногда можно было заметить небольшие различия оттенка эмоций в ней, радость, веселье, грусть. Но настолько мимолетные, что я не был даже до конца уверен, не мерещится ли мне все это. Он описывает славяну прям как робота, вот реально. А в этот раз ее улыбка показалась мне несколько игривой. А, заигрываешь, славяна? Да, наверное. По крайней мере, я бы такое читать точно не стал. Славяна потирала обложки влажной тряпочкой, и я ставила книги на место. Зачем вообще тогда здесь убирать, блин? Пусть все покроется пылью и сгниет. Нафиг там коммунизм, ленинизм и прочую фигню. А вместе у нас получалось весьма неплохо, а дело облизилось к концу. И довольно быстро, по всей видимости. А с верхних полок чего не снял? Верхних? В первый раз об этом слышу. Я поднял взгляд. Прости, не заметил. Ничего. Сейчас. Стол только принесу. Даже с моим немаленьким ростом было не достать. Я встал на стул, начал снимать с полок книги и передавать их славяне. Через некоторое время остался всего десяток другой в дальнем конце полки. Показалось, что дотянуться будет несложно. И вот это было моей роковой ошибкой. Я всегда предпочитал побольше схватить за раз, чем ходить дважды. И достать так, чем передвигать стул. Это стало роковой ошибкой. Ау! Что за... Блин! Разве славяна там стояла, куда я тянулась? Что за... Жесть! А я думала, что у меня сотрясение мозга будет. Что мне сейчас славяна должна будет оказать первую помощь. Потащить в медпункт и так далее, и так далее. Открыв глаза, я понял, что лежу на славяне. Ну, в принципе, неплохо, хоть не так жестко. Ты не... Я тебя не... Жива? Я не на шутку испугался. Хоть мне сейчас и семнадцать, но упасть со стула на девочку... Жива! Ее лицо было буквально в паре сантиметров от моего. Целуй уже! Ничего не сломала? Вроде нет. Из тебя плохой каскадер выйдет. А, чувство юмора, это хорошо, в основном, это хорошо. А она засмеялась. Все-то ей смешно, блин. Значит, любишь комедии, да, славяна? Точно. Я смотрел в ее глаза. Романтика! Просто смотрел. Не знаю, что сказать. Может, пора вставать уже, Семен, а? И сказать, извини. А славяна то ли тоже не знала, то ли решила предоставить инициативу мне. Ну, блин, до кого бугая с себя сбросить? Ты знаешь, сколько усилий нужно? Даже если она бегает, даже если она убирает тут всегда постоянно, и мышцы на руках уже накачала. Все равно мужики всегда сильнее девушек. Такими темпами может случиться что-то... Ее губы были так близко, так близко. Семен, давай-ка ты слезай уже, ладно? А то ты меня пугаешь. У меня появились вполне естественные желания. Но правильно ли это? И я хотел встать, но не мог. Почему? Что тебе мешало? Тебя приковали к полу и к славяне? Славяна же просто лежала молча и смотрела мне в глаза. И вдруг краем уха я услышала музыку. Ой, тьфу-тьфу-тьфу, господи. Так, до инфаркта меня, да видите, музыкой такой. Ужин. Ага. Пойдем. Или еще полежим. Славяна такая шутница, я просто не могу. Серьезно, что ли, славян? Она опять улыбнулась. И на этот раз ее улыбка показалась мне хитрой. Словно намекающей на что-то. Ничего себе! Эй, Семен, ты же хотел, кажется, только что чего-то. Давай, вперед! Пойдем. Я не сдвинулся с места. Твои слова расходятся своими поступками, Семен. Решайся уже на что-нибудь. Я одобряю вариант пойти в столовую. Чтоб пойти, нужно сначала встать. Очевидно. Словно какая-то неведомая сила не давала мне сдвинуться с места. Славяна, похоже, поняла это и аккуратно выползла из-под меня. Хорошо, что Семен ее не удерживал. Так и будешь лежать? Мне кажется, я ногу сломала Славяна. Я не могу сейчас подняться, честные слова. А она рассмеялась. Тут, наконец, я окончательно пришел в себя и встал. Прости. Да ничего. Только мы не закончили. Надо будет потом остальное убрать. Да, конечно. Может, сейчас быстренько уберем, а? Всю дорогу до столовой я молчал. Интересно, мне перепадет от Ольги Дмитриевны за то, что я не помогла Ульянище с тем бардаком разобраться. Славяна болтала о каких-то повседневных лагерных делах. Но так как это был, по сути, монолог, не возникало желания вслушиваться. Чтобы как-то обсловку разрезительно болтала. Ой-ой. Подойдя к столовой, я увидела на крыльце Ольгу Дмитриевну. Но дела мои плохи, как никогда. Ничего не хотите мне сказать, молодой человек? Тут я вспомнил, что кое-что забыл. Где? Нет. Как уборка прошла? Хорошо. Ну, кстати, мы же убирали только в библиотеке. А мне Ульянище сказала, что не очень. Так это она виновата. Я что тебе сказала? Чтобы вы вместе убрались? Но я не видела этих твоих слов. Все слишком быстро промерекуло перед глазами. А ты? Я не знал, что ответить, потому что в моей душе поймал, что она права. Может быть, Славяна за меня выступится наконец? Не ругайте его. Семен мне помог в библиотеке. Вот именно. Правда? Правда. Это, конечно, замечательно, но... В общем, останешься без ужина. Сколько можно меня голодом морить, а? Ладно, Славяна, принеси мне, пожалуйста, что-нибудь, а я, пожалуй, пойду в библиотеки доубираюсь. Как? Почему? Запротестовал я. Правда, протест мой больше походил на требование добавки в тюремной... Точнее, в тюремной столовой. Терпко, опасно. Но глупо и без смысла. В следующий раз будешь знать, что бывает с теми, кто меня не слушается? И че себе? Марионетка-робот показывает характер в общеках. В тот момент Олега Дмитриевна представлялась мне не вожатой пионер-отряда, а командующей древнеримскими легионами. Я просто не знал, что ей возразить. Простите его! Под мою ответственность! Господи, какая же славяна добрая! Вожатая задумалась! Ладно уж! Спасибо! Спасибо! Как оригинально, блин! Мы быстро вошли в столовую, чтобы не нарваться опять на огнев вожатой пусть и справедливой. Ладно, я к девчонкам сяду. Мы с ними договорились. Ну подожди, мы же с тобой лежали на полу вместе, ты теперь мне бросаешь, что ли? Не скучай! Как будто, блин, на нервах можно скучать. А она улыбнулась и помахала мне рукой. Типа, адьёс, амиго! Действительно, что бы я без неё делал? Но, однако, я бы без неё не отмазалась от Олиги Дмитриевны, поэтому даже и хорошо, что славяна меня перехватила и заставила ей помочь. Рядом со славяной свободных мест не нашлось. Да, её подружек я не знал. Что? Какие-то новые подружки? Похоже, мне предстояло ужинать с Электроником и Шуриком. Ам, это... Чё так быстро-то? А точно всё то, о чём они говорили, это мы уже прошли. Так, сесть всё равно было больше негде. И приветствую господа. Да, бла-бла-бла. Патруни друг на друга. Прям помню, это так. Похоже, придётся идти, видимо, на танцы, да? Через пару минут я уже стоял на площади. Около памятника установили колонки и что-то вроде диджейского пульта. А на деревьях развесили гирлянды. Ничего себе! НГ, что ли справляем? Кстати, заметьте, мне даже выбор не предоставили, да? То есть я не пошла на звуки музыки, не пошла узнавать, откуда они доносятся, кто их издаёт, и поэтому мне не предложили провести время с мужей-навистницей. Также я отказалась помогать селению, поэтому этот вариант тоже откладывается. В итоге ничего не остаётся, кроме как идти на дискотеку. Надеюсь, там хотя бы славяна есть. Такая типичная колхозная дискотека. Пионеров собралось довольно много, но никого из знакомых я не заметил, поэтому сел на лавочку и принялся ждать. Кого или чего, Семён? В конце концов, не обязательно и танцевать. Может быть, мне удастся просто посидеть и мило пообщаться с кем-нибудь. Чего грустишь? А вот ты кто-нибудь... Ты как-то изменилась. В детском платьюшке я смотрю, да, детсадовском. О, ли я ещё. Какой подходящий собеседник для меня, чтобы как раз пообщаться на дискотеке. А что предложишь? Пойдём танцевать! Это после того, как ты меня компотом облила? Ты серьёзно? Да сейчас же! Рано ещё. Я, пожалуй, славяну подожду. Даже музыка не играет. Какой ты скучный! Всё, адьё, Самида. Да, для такого мероприятия я точно не самая весёлая. А она убежала. А у Льянищи так и наделала что-то наподобие вечернего платья. Забавно. Славяна, почти такое же платье, как у Льянищи. И ты что? Без нижнего белья? Ах ты, извращенка! Привет, славяна! Привет! А это что у неё там за узор какой-то змей? Как будто жуть. Это же какое-то колхозное платье. А она присела рядом. Как тебе вечер? Нормально. Что ты такой грустный? Да ничего. Ам, если бы тебя отругала вожатая, ты бы веселилась? Ладно, потанцуешь и развеселишься. Наверное. Не забудь один танец и для меня оставить. Ого-го, опять навязывается? Она засмеялась и побежала к музыкальной аппаратуре. Я в принципе не против, что она навязывается. Она моя любимица, поэтому и хорошо, что сама в руки идёт. Но даже не знаю. Ну как-то это нехорошо со стороны девушки вот так вот. Но это мне так кажется. Я не знаю, в общем. Права ли я или не очень. Ситуация, похоже, накалялась. Просто отсидеться не получится. Лена! Все в каких-то новых, блин, других, то есть, одеждах. Я в шоке. Но ведь, Лена, ты же, кажется, помогаешь медсестре, разве нет? Привет. Ко мне подошла Лена. Ой, привет, это ты тут. Хотя чего удивительно. Ну как, чего ты оставил бедную девочку одну наедине с тяжелыми коробками? Да. Ясно. Зажжешь сегодняшний вечер. Семён! Кроме ясной и такого дурацкого вопроса, ты не мог спросить, поинтересоваться, как она разобралась с коробками? Ну ты клёвый. Острота прозвучала неумело. Лена, кажется, просто в шоке от такой наглости. Лена покраснела и опустила глаза. Ладно, может и правда не стоит. А то сгорим все тут. Ладно, тогда я... Ага. А она ушла. Да уж, Семён. Умеешь ты, блин, заводить беседу и поддерживать её, а также не отпугивать собеседников. Похоже, уже весь лагерь собрался на площади. Пионеры стояли большими группами. О чём-то разговаривали, шутили и смеялись. Во-восле диджейского пульта Ульянище громко спорила с Ольгой Дмитриевной на счёт музыкального репертуара на сегодняшний вечер. А где же мужей-навистница? Мяу! Так вот они что за гирлянды, ну ничего себе. И вот момент настал. Пластинка закрутилась. Кажется, это самая музыка из главного меню. Или только кажется. Что это была за группа и песня, я не знал. Но термин классика советской эстрады, на мой взгляд, подходил для них как нельзя лучше. Пионеры и пионерки некоторое время просто стояли, словно не слыша музыки. Они просто не наумевали, что же делать, как быть. А ведь они же все роботы, марионетки. Всегда трудно сделать первый шаг. Особенно, когда уверен, что кроме тебя никто и не собирается. А, Семён, хочешь попробовать что ли? Но Ульянище, похоже, не знало этой простой истины. Она выбежала на середину площади и закричала. Чего стоим? И начала нелепо кривляться. Именно кривляться. Другое слово сложно подобрать. Это выглядело настолько глупо и забавно, что я не удержался и засмеялся. А она заметила. Эй, Семён! И я сделала вид, что не слышу. Ну уж, Семён, теперь не отвяжешься. Не притворяйся и иди-ка сюда! Я продолжала игнорировать её. Пионеры потихоньку поняли, что от них требуется в этом празднике жизни и опустились в пляс. С моей точки зрения, это выглядело в высшей степени глупо. Да уж, Семён. Только я умею, что осуждать и обсуждать других. Трясти руками и ногами под давно забытые шлягеры? Увольте! Конечно, танцевать я не умел. Но и это танцем назвать сложно. Семён, чего сидишь? Потанцевать не хочешь? С тобой? Хочу. Я был так увлечён своими мыслями, что не заметил славяну. Да что-то не хочется. Ну а как же тот самый танец, который ты для неё решила ставить? Точнее, она так сказала. В общем, не важно, кто за кого решает, но главное, нужно с ней потанцевать. Точно? Она улыбнулась. Попозже, может быть. Чёрт, что я вообще здесь делаю? Кто все эти люди и где моя лошадь? Славяна вернулась к танцующим. Я посидел ещё некоторое время, и когда увиделся, что на меня никто не обращает никакого внимания, осторожно улизнул. Как некрасиво, Семён. Как некрасиво, блин. Как же славяна, а? Конечно, после столь успешных для меня танцев не было желания никого видеть. А самое безлюдное место здесь, это автобусная остановка, на которой уже, наверное, никогда не приедет родной 410 маршрут. Уже стал родным, ну ничего себе. Но! Я только приглушённо вскрикнул. Автобус! Передо мной стоял автобус. Точно такой же, как и в первый день. Я застыл в ступоре. Как? Что? Как? Почему? Мгновенно всплыли все теории попадания в этот лагерь. Тут же, как ножом резанула мысль. За эти несколько дней я слишком привык к местной жизни и уже стал забывать, всё, что здесь происходит, ой, как далеко от нормального. Несколько минут я просто стоял и смотрела на проклятый Икарус. Затем пару раз похлопывал себя по щекам, чтобы убедиться, что это не мираж. Но автобус никуда не исчезал. Раз он здесь, то мне пора домой. Серьёзно? Так можно? Сайонаро, пионеры! И бросил всех к двери. Господи, что это было только что? Очнулся я на земле. Сильно болел нос. Неужели сгорел? Ну, на солнцепёке. Я встал и попытался понять, что же произошло. Видимо, во что-то врезался, я в какое-то невидимое поле, да? Какая хорошая система безопасности у этого автобуса. Я смотрю, никакой сигнализации не нужны. На ощупь автобус был более чем реальным. Я попытался просунуть руку в дверь, но там словно стояла невидимая преграда. И тут меня обуял практически животный страх. Страх всего, лагеря, его обитателей, этого автобуса. Как я вообще сюда попал? Что это за чёртов икарус, в который не войти? Почему всё это происходит именно со мной? Вдруг подул настолько сильный ветер, что казалось, меня собьёт с ног. И неужели он смог сдвинуть икаруса? И тут покатился и укатился в конце концов за глаз долой. Я отвернулся и увидел под колесом автобуса маленький клочок бумаги. То самое послание мне от себя. Так, там было написано несколько слов. Ты здесь не просто так. А-а. Ты здесь не просто так. То есть, реально, это всё как бы повторяется и повторяется. А не всё начинается с самого начала. То есть, не так, что как будто меня сохранили в определённом месте, потом я всё это время играла без сохранений, потом вышла из игры, потом зашла вновь, и я опять в том же месте, да? Ну надо же. Как интересно. Оказывается, разработчики даже и такой вариант предусмотрели. Я просто в шоке. Корявый почерк казался знакомым. Я точно его где-то видел. И тут меня осенило. Я поднял с земли небольшой уголёк и накорябал на обратной стороне эту же фразу. Почерки оказались идентичными. Но в голове прояснилось. Я послал себе записку из будущего? Точно? Нет. Или из прошлого? Чёрт. Всё равно не понимаю. Но как бы там ни было, почерк явно мой. Конечно, поделать его небольшая проблема. Но я был полностью уверен, что эту записку написал сам. Покрутив листок в руках, я решила ещё раз попробовать зайти в автобус. Получилось! Но невидимый барьер по-прежнему не пускал меня внутрь. Ну хотя бы током не шарахай, это на том спасибо. Я обошёл лакарус со всех сторон, постучал по колёсам, заглянул внутрь через окно. Но всё оказалось абсолютно нормальным. Но таковым не являлось. Увесистый камень с глухим стуком отскочил от стекла, не нанеся, видимо, повреждений. А ты попробуй его забросить на место водителя через открытые двери. Никакого эффекта, даже царапинки. Я присел на бордюр и обмеселенно вздохнул. Кстати, я, кажется, поняла, почему водитель Икаруса просто так его бросил с открытыми дверями. И здесь всё равно никто в него не сможет войти и угнать. Если вдуматься, то листок мне намекал на что-то. А ещё казалось, что вся эта ситуация не дает в себе смертельной угрозы. Семён! Господи, нашла! Похоже, меня ищут вожатые, причём вовсю ищут. Интересно, а что она теперь ответит на вопрос об автобусе? Опять зарядит, что его не будет пару дней? Я вскочил и побежал на голос Ольги Дмитриевны. Может, тебе не стоит, Семён, отдаляться от автобуса, а то ещё глядишь и исчезнет? А что вы на это скажете? Победоносно выпорил я и показал рукой в сторону дороги. На что? Удивлённо ответила вожатая. Ну, потрясающий автобус исчез! Как так-то, а? Если бы он завёлся и уехал, я бы шум услышала, разве нет? И я обернулся. Автобус исчез. Исчез так же внезапно, как и появился. Победное колечо застрял в горле. Ладно уж, спать пора, пойдём. Но... но... что? Автобус! Тут был автобус! Секунду назад ещё стоял! Автобуса здесь быть не могло. Спокойно ответила она. Я внимательно вгляделся в лицо Ольги Дмитриевны. Либо вожатая так искусно врёт, либо действительно ничего не видела. А вдруг мне вообще всё почудилось? Нет, не может такого быть. Я точно видел, точно видел этот чёртов 410-й. Не врите! Тихо, сказал я. Семён, я тебя не понимаю. Не врите! Был здесь автобус, это всё вы! Вы меня здесь держите! Зачем? Я скрипел зубами, но старался говорить спокойным тоном, не срываясь на крик. А я, блин, сорвалась уже. Ну ты клёвый, Семён. Да... Всё вот так вот запросто взять и выпалить вожатой, ну я просто даже не знаю. Ты меня пугаешь! Пойдём уже спать! Похоже, от неё ничего не добьёшься. Как обычно. А ведь спать действительно хотелось ужасно. Я быстрым шагом прошёл мимо вожатой, демонстративно не обращая на меня внимания, типа это она виновата во всём происходящем. Ночью сон долго не шёл. И только мятый листок бумаги с надписью «Ты здесь не просто так» напоминал, что произошедшее со мной за эти три дня реально. Что же будет дальше? Наверняка очередной день или кошмар какой-нибудь. День четвёртый, ну надо же! Да-да, адский треск в голове, бла-бла-бла, будильник, я это всё помню. Можно даже не напоминать. Я думаю, это можно пропустить. А! Или нельзя, потому что кое-что новенькое. Я поднялся с кровати, почесался и вспомнил вчерашний вечер. Под подушкой лежал клочок бумаги «Ты здесь не просто так». Вот почему я так быстро промытать не могу. Я вот думаю, может быть не такая уж и хорошая идея, это было в одном видео, весь второй круг пройти. Может быть имеет смысл это всё разделить на две части где-то. Но с другой стороны, в плейлисте и так уже слишком много видео первого прохождения. И делить второй круг на видео, чтобы в том же плейлисте опять были видео под номером 1, под номером 2 и так далее, и так далее. Но я просто даже не знаю, если честно. Наверное, я продолжу. Что же это может означать? Как я отправил сам себе послание? Почему я этого не помню? Потому что стёрли всё. Память стёрли, Семён. Но я-то помню. Вопросов было куда больше, чем ответов. Точнее, ответа не было ни одного. Я вышел на улицу и щурясь оглядел лагерь. Нет, номераж не похожи. Но из этой записки всё стало куда более запутанным. Чему же можно верить? А чему нет? В животе предательски заурчало. Даже агент Малдер не вёл свои секретные материалы на голодный желудок. А ты почёво знаешь? Мне кажется, они всегда носились, блин, даже не поев. Потому что времени не было, они даже не спали, кажется. У столовой было необычайно многолюдно. Так, на пожар спешили толпиться в дверях, я это всё помню. Так, бла-бла-бла, давайте ближе к делу. Что у нас тут? Я это читать вовсе не хочу. Пляж. Странно, а почему мне Алиса не предложила трусы те самые надеть? Так, а я теперь что делаю? Ищу, кажется, Шурик, а давайте вернёмся домой. Ведь я этого не делала ещё ни разу, кажется. Но всё же это глупая затея. Если бы Шурик прятался где-то в лагере, его бы давно нашли. Если бы, конечно, он сам бы того захотел. Так что вряд ли мне удастся чем-то им помочь. Что же делать? С этими мыслями я зашёл в домик и развалился на кровати. Если меня здесь найдёт Ольга Дмитриевна, ничего хорошего не будет. Впрочем, это уже чересчур. Тварь я дрожащая или право имею. Да и делать мне ничего не хотелось. Жарко всё-таки. День сегодня, как и все прошлые, был жаркий. Так что оставалось только лежать и ждать обеда. Я уже было задремал. Как в дверь постучали. Войдите! На пороге стояла славяна! А Ольга Дмитриевна нет? Нет. А ты что делаешь? Спросила она с некоторым недоверием. А на что похоже? Я глядел себя и кровать и ответил. Лежу. Это я вижу. Но я слышала, что тебе Ольга Дмитриевна поручила искать Шурика. Так я ищу у себя в мыслях, припоминаю, куда бы он мог пойти. Ну да. И? Какой смысл? Она уже наверняка весь лагерь перевернула. Да и прошло-то не так много времени. Зачем панику разводить? Всякое бывает. Славяна задумчиво посмотрела на меня. Вставай. А это обязательно? Меня настолько разморило, что даже мысль о том, что сейчас придется куда-то идти пугала... Да. Как бы то ни было, славяне отказывать нельзя. Это еще почему? Я нехотя встал и вместе с ней вышел на улицу. Некоторое время мы просто стояли на пороге и грелись в лучах летнего солнца. Кажется, мы никого сегодня искать не будем. Или, славяна, ты планируешь что-то? Хотя я скорее жарился. Куда пойдем? Надо поискать везде. Отличная идея. Просто отличная. Первым пунктом нашего маршрута была библиотека. Нашего общего маршрута или что? Славяна подошла к Жене, сидевшись с домом и о чем-то с ней заговорила. Кстати, от славяны в плане поисков Шурика намного больше толку, чем у от той же мужей-ненавистницы. Не так ли? Я же просто стоял в дверях и ждал. Лишний раз общаться с местной библиотекаршей у меня не было никакого желания. Через пару минут славяна вернулась ко мне. И как? Нет. Она покачала головой. А чего, собственно, можно было ожидать? Столовая. До обеда оставалось еще порядком времени, так что не стоило ждать здесь привычной толпы пионеров. Может быть, ты ошибаешься, Семен? Кажется, нет. Внутри было так же пусто, как и снаружи. Пока славяна разговаривала с поварихами, я сидела и крутила в руках солонку. И много соли высыпалась на стол. И если бы я вил в приметы, то наверняка бы расстроился. А есть такая примета, что если соль просыпешь, то что-то плохое случится или что? Как ни странно, его не оказалось и здесь. Было бы реально странно, если бы он оказался здесь. Было бы удивительно, если бы она нашла его, скажем, в холодильнике. Вот и я тоже, Семен. Далее по плану шел медпункт. Блин, я не хочу сейчас встречаться с медсестрой, особенно когда я ей тогда отказала в помощи. В помощи Леню, правда, тем не менее. Внутри я решила не заходить и подождал славяну снаружи. А результатов никаких. На спортивной площадке пионеры играли в футбол. Вот как они Шурика ищут, значит. Шурику затеряться среди них было бы проблематично. Наконец мы подошли к зданию кружков. Ты считаешь, что он может быть тут? Мне кажется, это первое место, где его стоит искать. Зайдем. Никого нет, что ли? Да ладно? Внутри никого не было. Так, так, так. Славяна открыла дверь в соседнюю комнату и зашла. Я последовал за ней. Не, уничтожи, так вот что у них тут. Как интересно. Все это казалось ему не очень глупой затеей. Тем более странно было то, что инициатива исходила от славяны. Да почему это странно? Странно то, что она ищет Шурика. Ну, кстати, реально странно, но все-таки. Эта комната больше на кладовку похожа. Что, интересно, телевизоры видят тут делают. Нет, я понимаю, ответственность там, все дела. Но очевидно же, что его нет в лагере. В конце концов, не играет Джон с нами в прятки. И здесь нет. А чего ты ожидала? Что он в шкафу сидит? Ну, кажется, я ее обидел. Извини, извини. Просто серьезно. Я понимаю. Но надо ведь проверить все варианты. Слушай, а ты-то что думаешь? Значит, исчезновение Шурика? Да. Может быть, он гулял в лесу? И его там поймал леший? Что за странные мысли? Я же говорю, блин, какая-то сатанистка эта славяна. Жесть. Ну, язычница, ладно. А она рассмеялась. Неправдоподобно как-то. Впрочем, в этом лагере что угодно может быть правдой. Да, наверное. Сейчас не время для шуток. Не грусти. Найдется он. Надеюсь. Интересно, а кто он ей такой, правда, что она его так ищет? Славяна улыбнулась? Ладно, мне еще кое-какие дела. Это какие же, интересно. Увидимся. И оставила меня здесь, что ли? Она ушла, а я еще некоторое время стоял и разглядывал кладовку кружка кибернетиков. Интересно, меня медсестра отловит или нет? Но не здесь же. Хотя, мне кажется, она может быть абсолютно где угодно и найти меня где угодно. Однако активность славян и меня так вдохновила, что я решил поискать еще где-нибудь. Интересно, где же? Я даже не знаю. Помню, я выбирала тогда лодочную станцию и, кажется, еще стоянку. Давайте сразу в лес пойдем. Хотя, блин, я же сейчас мужей на висницу встречу. Или нет? Так. Вот опять меня заставили в медпункте сидеть. Так, Лена и платье. Я не помню, что я выбирала в прошлый раз из этих вариантов. Кажется, я комплименты ей сделала, но я не помню, поэтому придется подсмотреть, как не кстати. Так, кажется, я в прошлом своем прохождении сделала ей комплимент. Сказала, что мне кажется, что на ней какая-то там одежда, которую рассматривал Семен, смотрелась бы прекрасно. Поэтому сейчас я выберу второй вариант. Да, просто так. А Лена ничего не ответила. Некоторое время мы молчали. Эй. Видимо, Лена убежала, да? Так-с, что у нас тут? Эм, кажется, в прошлом прохождении я подтрунила Анатолья Нищи насчет товароонных конфет. Теперь давайте выберем опять же второй вариант. Неужели в столовой отравилась? Учитывая местную стряпню, это неудивительно. Что ты, Семен, имеешь против габаритной поварихи, а? Может быть. А она ухмыльнулась. А ты, я погляжу, здоровенький. Здоровее всех здоровы, пыль, Ульянище. Не жалуюсь. Ну, бывай. Что, ничего не получилось, да, Ульянище? А она убежала, хлопнула дверью. Так, так-так-так-так-так, Славяна. А что там спросить, что это? А, что ей нужно спросить? Да, давайте спросим. Ну, любопытно же. Засунем но свои дела. Не, ну а что? Я же за главную медпункти. Причем не по собственному желанию. А что это такое? Эй, куда? Что так быстро-то, а? Так, ну и здесь давайте дадим Алисе уголь. Ведь в прошлый раз я ей не позволила его забрать. Так-так-так, подождите-ка, что там? Со славяной-то, а? Так, у нее в руках небольшой пакетик. Я спросила, что это? Она ответила, ничего, при этом покраснела. Спасибо, да не за что. И она убежала. Офигеть, блин. Вот же, узнала я, называется, да? Но мало ли, вдруг правда что-то болит. И если у нее что-то болит, почему она не рассказывает о том, что у нее болит, а сразу просит таблетку? Что еще за самолечение? Только я тут доктор. Только я решаю, какие таблетки пить или нет. Ладно. Бери лучше. Даже драться со мной не придется, зайв туголь. А я полез в ящик и вытащила тугую упаковку активированного угля. Спасибо. Она вырвала ее, у меня из рук и убежала. Фу, какая агрессивная. Пещерный человек, блин. Так, яблоко. В прошлом видео я ее съела, его съела и отправилась на ужин. Поэтому сейчас я его есть не стану. Нет. Даже если предположить, что это яблоко вполне обычное, то не стоит есть немытые фрукты. Хм. А ведь точно. Но наверняка где-то здесь есть умывальник. Не так ли? Хотя бы так. Этой мыслью я оправдал свои страхи и отложил яблоко в сторону. Пора было выдвигаться на ужин. Так, ужин, ужин, ужин. Все как-то слишком быстро двигаются. Я думаю, что такое ускорение стало возможным только вот на моем втором круге, так сказать, потому что на первом круге оно вообще незачем, наверное. так, что у нас тут, что там про меня? Так, и почему на памятник? Чем тебе помешал уважаемый и служит человек? Борец за права, бла-бла-бла. Оголь, кстати, он мне дал. Кто он? Борец за права? Она показала пальцем в мою сторону, и тут же вся толпа уставилась на меня. Вы только на лицо улья еще гляньте, кажется, она поражена. Не ожидала, что у Алисы прокатит то, чего у нее не получилось, наверное, да, или что? Кстати, девчонки-то химики, получается, раз такое изобретают. Мысли о том, что такой маленькой бомбочкой памятник не взорвать, и лучше бы ей выбрать для своего теракта более подходящий объект, сразу же вылетели у меня из головы. Она украла! Я тут ни при чем! Даже если и дал, я уверена, что Семен не стал бы участвовать в столь омерзительном антиобщественном акте. Вот именно. Да, да, именно! Подтвердил я. Ну а когда дело-то? Не знаю, сколько бы она еще продолжала отчитывать Алису, но на площадь выбежал электроник и закричал ботинок, бла-бла-бла, нужно всем выдвигаться, искать. А я давайте выберу вариант пойти один. Я же не пойду туда один. Так, бла-бла-бла, пойдешь все-таки, Семен, неважно, хочешь не хочешь, пойдешь все равно. Ой, господи, напугал меня Семен. Вот, теперь самое интересное. То, ради чего я пока подсматривала, какой же мне вариант в медпункте выбрать, сделала фотографию шахт. Итак, давайте-ка посмотрим. Давайте-ка сходим сейчас пока все время налево и налево. Так, еще одна развилка, опять налево. Так, ну это бла-бла-бла, это мы видели, теперь давайте пойдем все время направо и направо. На самом деле, только два раза направо. Как это? А, видимо, еще направо нужно. Я просто в шоке. Что за нафиг? Я иду направо и ни к чему, блин, не выхожу. Что за беспредел? Опять сюда? Как же так-то, а? Право, ты меня подводишь. Карта, блин, не помогает. Ай, ладно, давайте. Я налево хотела нажать, да что ж такое-то, а? Ладно, теперь налево. Попробуем. Теперь направо. Потом давайте опять направо. Теперь давайте налево. Что за нафиг? Блин, я просто в шоке, ладно. Направо. Давайте опять направо сходим. Блин, жесть! Теперь идем налево. Потом идем направо. Так, я запуталась. Короче, давайте теперь налево. Еще одна развилка, бла-бла-бла. Ага, глупые развилки. Короче, давайте просто я буду от балды нажимать все направо и налево. Потому что я уже реально запуталась. Вот, наконец вернулся я к тому месту, с которого я начинал. Чудно. Теперь давайте по карте. Так, направо. Теперь опять направо давайте. Пойдем. Теперь, кажется, тоже направо. О, наконец я туда вышла, куда хотела. Почему же я раньше все время, нажимая направо и направо, сюда не выходила? Блин, ничего не понимаю. Так, теперь идем направо. Блин, я боюсь этих шахт. Реально из них, блин, не выбраться. Налево. Так, направо снова. Налево опять. Теперь направо. Ну и налево. Да как так-то, а? Что за беспредел? Почему я не вышла туда, куда хотела? Жесть, даже карта, блин, не работает. Ну потрясающе. Просто замечательно. Еще одна развилка. Я, блин, запуталась теперь тут. Какая дичь. Ну это понятно, что ты уже здесь был. Но как выбраться отсюда? Вот, и место, с которым я начинал, замечательно. Давно пора было с этого начать. Блин, почему не работает мой план? Что за беспредел? Даже реально карта не помогает. Как так? Еще раз, направо. Давайте опять направо сходим. Так, теперь налево. Теперь снова направо. Кажется, шахты небольшие, но здесь же фиг выйдешь. А теперь попробуем налево. А потом направо. Да блин, ну! Короче, все. Нажимаю просто направо-налево, направо-налево, пока не выйдем опять к тому месту, с которым мы начинали. Еще одна развилка. Как себе попасть туда? А вот. Все. Туда, откуда начинала. Так, что-то карта не помогает. Да что ж такое-то, а? Так, ладно, налево. Теперь направо. Теперь опять направо. Теперь налево. Ну и где это, блин? Ничего не понимаю. Вот, наконец я вышла. Вот, по-моему, это второе самое сложное место во всей игре. Первое это сыграть в карты. Далее идут шахты. Так. За поворотом вести вот эту дверь показалось. Бла-бла-бла. Шурик. Ужасный шурик. Вот мы выбрались. Как события. Перед глазами пролетают просто. Вот я голая побегала. Теперь опять варианты, куда я могу сходить. На кухню или в общие кружки. А на кухню зачем? Сейчас что, время кушать? Ладно, я хотела в общие кружки проведать шурика, но если время кушать, то хотелось бы, конечно, покушать. Но в медпункт я сейчас не пойду, потому что я его в прошлый раз выбирала. Блин, шурик или еда? Шурик и... Еда, короче говоря. Я голодная. Да, я всегда трепетно к взрыву относился, бла-бла-бла. Но трепетнее всего в те моменты, когда становилось уже совсем не в моготу. А сейчас ходить я мог. Ноги даже почти не болели. О, чудо. Кстати, я и забыла совсем об этом маленьком приключении главного героя. А ведь действительно, та мазь, которой помазала или что там, или йод было, и таблетки еще какие-то. Короче, все эти лекарства, которыми напичкала меня медсестра, они реально оказались чудодейственны. Я потом на ноги даже и не жаловалась. Следовательно, ступни и сами заживут. А вот голод ждать не будет. Он не тетка. Не могли же пионеры съесть все совершенно подчистую? Или могли? Хотя бы пара сосисок, яиц или на худой конец несколько кусочков хлеба должно остаться. Сейчас мы все это узнаем. Возле столовой было настолько пустынно и тихо, что я даже на секунду замешкался. Не здесь ли каждый пионер ищет свое счастье три раза в день, а некоторые чаще? Не здесь ли оазис в этой жаркой летней пустыне? Не здесь ли подпольная химическая лаборатория? И следующее влияние неизвестных науке будет ныне крепший организм подростков. Как раз писал Семен. Сейчас это здание больше напоминало брошенный защитниками бастион. Этакую ля-рошель, покинутую генотами. Зайди внутрь, и тебя крушат призраки героически погибших бойцов. И в итоге, блин, никого нет. Как так-то? Я что, опоздала, что ли? Впрочем, столовая была такой же, как и обычно. Никто на меня не набросился. Разве что совершенно пустой. За исключением Мику, которая протирала стол. Увидев ее, я резко развернулся и попытался незаметно сбежать. Но сделать этого мне не удалось. Может, хоть накормит? Привет, Семен, ты поесть пришел? Тебя уже на завтраке не было, то есть я не видела. Может, ты был? Ну, а я не видела. Но все же хорошо, что ты пришел. Ээээ, привет. Да, я... Да, вот, зашел. Думал, может, осталось чего. А ничего не осталось, надо ждать обеда. Кстати, поможешь мне, я вот убираюсь. Но... Но как же... Как ничего не осталось? А как я буду работать на голодный желудок, а? А зачем? Ну как же? А она надула губки. Как будто у нее, блин, там губы эти есть, на самом деле. Так и подмывается сказать, ну серьезно. Кто-то же должен убираться. У нас все по очереди. И до тебя дойдет. Дойдет смысл сказанных тобой слов или очередь. А я и не знала, мне славян не рассказала. Ну надо же. Я ведь ни разу в столовой и столы не протирала. Вроде. Во время первого прохождения. Нет уж, спасибо. Ага, ясно. Я уже собирался уходить, но Мику никак не унималась. Так поможешь? Ого, опять выбор. Слушайте, ну давайте поможем все-таки. Не знаю, зачем я согласился. Так часто бывает. Сначала принимаешь решение, потом долго думаешь, почему ты сказал именно то, что сказал. Думаешь, думаешь. И все равно никак не можешь понять, с чего бы вдруг это тебе в голову взбрело. Ну, наверное, с того, что я ульянещей здесь не помогла. Я, правда, за это была наказана славяной и помощью в библиотеке. Но все-таки, все-таки. А вот так я себя чувствовала, вытирая тряпкой из стола один за одним. Мяу! Чися? Знаешь, я песню новую придумала. Хочешь, спою. А ты умеешь? Не горю желанием. Хотя нет. Как это? Читаешь мои мысли? И почему цвет твоих волос, кажется, изменился, а? Она задумалась. Петь и одновременно убираться будет тяжеловато. Тогда потом. Мику обезоруживающе улыбнулась. Как будто я реально дала свое согласие на это. Да, конечно. Если сможешь меня поймать. А как ты классно! Вчера Шурика спас. Весь лагерь с самого утра только об этом и говорит. Я себя прям героем ощущаю. Кстати, это что получается? Вот я сейчас помогаю Мику, значит, я не поеду со славянной и Леной на остров? Тот самый, что ли? Или как? Да, ничего особенного. Нет, правда-правда. Вот я бы никогда не решилась пойти ночью в лес, да еще и в старый лагерь. Знаешь, сколько про него легенд ходит? Про вожатую, которая разделилась? А раньше говорили, что удавилась. Но, видимо, сломанный телефон. И сделал свое дело. Да и вообще, это же так страшно! Согласна с твоим Мику, мне тоже было очень страшно. Угу, наверное. И я постарался полностью отключиться от каких-либо внешних раздражителей и сконцентрироваться на уборке. Это помогло мне закончить быстрее, чем ожидал. Кхе-кхе-кхе. Произойти в нормальной жизни. Нормальная жизнь. Этот термин для меня здесь потерял свое первоначальное значение. И правда, реакция на окружающую действительность, поступки и слова других людей свои собственные. Все это здесь ненормально. За последние 4 дня мое мировоззрение получило серию болезненных ударов под дых и апперкотов, после которых находится, если не в нокауте, то в глубоком нокдауне. Иногда я сам не понимаю, почему совершаю те или иные действия, говорю те или иные слова. Точнее, понимаю, но только не сразу. Но так всегда, скажешь, не подумавши. Однако это понимание задним числом никак не помогает мне вести себя по-другому. Более здраво, адекватнее сложившейся ситуации. Моменты просветления случаются со мной все реже и реже. Если в первый день моей единственной мыслью было как-то выбраться отсюда, то сейчас меня больше волнует, где найти еду. Как бы похитрее прогулять линейку по утрам? Что сказать Ольге Дмитриевне, если Алиса и нажалуется? Прогулять линейку по утрам похитрее? У тебя только один способ, и только он единственный известен науке. Это проспать, Семен, о чем ты? И ведь это для меня действительно важно. А с каждым днем подобная бытовая суматоха все больше вытесняет из моей головы мысли о том, что мир вокруг, и этот лагерь, и эти девочки совершенно ненормален. Так может, в этом была задумка пришельцев, чтобы подопытных... как-то объяснить, короче говоря, ну, чтобы подопытные влились в жизнь лагеря, чтобы отдались ей полностью, и так далее. Короче говоря, забыли о своей прошлой жизни, ни о чем не думали, просто вот жили. Может быть, какой-то такой план, даже не знаю. Однако поделать с собой я ничего не могу, потому что просто забываю. Так же, как мы дышим неосознанно, я неосознанно все больше вливаюсь в повседневную жизнь здешних обитателей. Все больше я становлюсь среднестатистическим пионером. Нет, это неправильно! Громко воскликнула я и несколько раз говорю себя по щекам. Вот если кто со стороны понаблюдает, реально подумает, что ну псих нормальный. Как-то время до обеда быстро пролетело, да? Вдруг из динамиков заиграла музыка, призывающая пионеров на обед. Вот, наконец-то! Я в припрыжку поскакал в сторону столовой, а трансцендентальные мысли остались на площади, где они могли заинтересовать разве что агенду. Будь он живым. День только начался, а мне уже столько всего пришлось пережить. Так, ускоримся. А, нет, я все-таки поеду с ними на остров, да ладно! Так, в прошлый раз я выбирала славяну, и в принципе это было логично, да? Потому что она моя любимица, но сейчас у меня другие варианты, поэтому я выбираю Лену. Хотя вовсе того не желаю, если честно. Давай я пойду с тобой. Давай. А вот и славно. Славяна, что еще за славно, блин? А где возражения? Я просто в шоке. Это же не обсудили, как в прошлый раз, что кому-то нужно вдвоем отправиться, кому-то нет. Я просто в шоке. Славяна взяла вторую корзинку и пошла в дальнюю часть. Я прям такая добренькая, всем помогаю, и Мику помогаю, и девчонка вот со сборами земляники. Ну что? Что? Пойдем? Ага. Лена улыбнулась. Только собирай внимательнее, не пропускай ни одной ягодки. Ничего себе, как-то грубо с ней. Почему? За что? Как? И ты тоже. Кажется, я уже вижу. Как-то объясните. У меня в голове складывается пазл, как можно развивать с той или иной девочкой отношения. Как можно было бы действовать с мужей-ненавистницей, если бы я хотела, чтобы Семен ей понравился. Как я бы могла со славянами действовать, если бы я хотела, чтобы они были с Семеном вместе. Ну и так далее, и так далее. Так забавно. Житва началась. Земляника здесь действительно была вкусной. Так. Да-да-да. Бла-бла-бла. Я это уже все читала. А Лена шла совсем рядом, так как корзинка у нас была всего одна. Так. Грибникова, чего стола. Бла-бла-бла. Это все понятно. Семен, давай ближе к делу. У тебя как-то лучше получается. Да? Ну я их не считаю, если честно. Нет, правда. Корзинка была уже наполовину заполнена. Или наполовину пуста. А ты, наверное, любишь природу. Да. О-о-о-о-о-о. Язычники же вроде о них такое ходят. Ну короче, не суть. А что, если они в одной секте? Я опустился на землю и прислонился к дереву. Красиво все же здесь. Лена села как-то подозрительно близко. Близко настолько, что ее локоть касался моего. Ну это ни в какие вороты уже. Да. Мы просто сидели. А время, кажется, остановилось. Пятерок нежно колыхал листья на деревьях. В травере не попрыгали букашки. А вдалеке наводились верить солнечные зайчики. Это я, кажется, тоже читала. Что это такое? Это где эта рука Семена, блин? Что за дичь? Лена опустила мне голову на плечо. Что? А если славяна нас застукает, как тогда быть, а? Как это объяснить? Типа она ошиблась, ей показалось? Сначала это немного меня удивило, но потом, прислушавшись к ее размеренному дыханию, я подумал, что так и надо. Видимо, разморила, и она решила вздремнуть. Несколько минут я просто сидел и ни о чем не думал. Но потом в голове со сверхзвуковой скоростью начали скакать мысли. Лена, рядом, спит. Тепло, нежность, чувства, как будто озарила. И я посмотрел на нее. На лице девушки было такое спокойное, умиротворенное выражение, что оказалось, она сейчас где-то не здесь. Где-то в лучшем мире. В раю, что ли? Или во сне? А что, если она у себя во сне, не знаю, переехала в новый город, там какой-нибудь, в котором Семен живет? Не знаю, что бы случилось в следующую секунду, если бы я не услышала голос славяны. Прости, Семен, а что бы случилось, а? Семен! Лена! Я несколько раз резко тряхнула головой в разные стороны, чтобы прийти в себя. Главное, ты Лену так не тряси резко, ладно? А Лена начала просыпаться. Она открыла глаза и отсутствующим, пожалуй, ворождевно настроенным, злобным каким-то взглядом посмотрела на меня. Что снилось? А? Поняв, что задремала у меня на плече, Лена покраснела. Извини, типа ты не подкатывала сама к Семену, но вот давай не будем, а знаю я эти женские уловки. Семен, походу, знает, если у него раздвое не личности, а одна из личностей это девушка. Да, ничего. К нам подошла славяна, и Лена поспешила встать. Славяна, ты ничего не заподозрила, нет? И как улов? Я грустно затахнул. Что-то не густо. А из ее корзинки земляника так вываливалась. И эта славяна одна столько насобирала, а мы с Леной вдвоем. Как это вообще, а? Ладно, нам и этого хватит. Для гигантского торта, думаю, да. Пора возвращаться. Я взял корзинку, и мы направились назад к лодке. Так, да, бла-бла-бла, обратно было быстрее, сон. Так, теперь пять вариантов. А вожатая спрашивала, точнее, похвалила меня, по всей видимости, насчет сбора земляники. И я могу сказать, что все благодаря помощи девочек. А могу все это себе причислить и сказать, что да, я старался. Поскольку в прошлый раз я выбирала второй вариант, то сейчас первый. Понятно. Но это еще не все. Ой-ой, 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 как же быстро. Так, ладно, давайте попробуем начать не с общих кружков, куда я, кажется, в прошлый раз ходила, откуда начинала в прошлый раз. А пойдем в библиотеку, например. Кстати! А в какой последовательности я в прошлом своем прохождении говорила, что лучше было бы начать, а? Интересно, а мне сейчас муку придется тащить на своих двух? В плечах! Ведь, когда я вышла из кружков, мне Лена помогла с... Как там это правильно называется? Короче, мне помогла. Вот, этого я ждала. Давайте не будем востражность проявлять, а попытаемся выхватить книгу Алисы. Все же любопытство взяло вверх. Я воспользовалась тем, что Алиса не смотрит на меня, и тихо подкравшись, аккуратно выхватил книгу. Ай! Вызови, Сглуана. А ты чего ждал? Господи, демоница. То есть, когда она у меня ворует таблетки, пока я в медпункте за главную, это норм. А когда я у нее выхватываю книгу из рук, пытаясь понять, что же она читает. Вообще, реально шок, что она читает хоть что-нибудь. Так это не норм. Я просто в шоке. В следующую секунду ее лицо приняло такое выражение, что я уже начал сомневаться в правильности своего решения. Раз уж скоро умирать, то хотя бы посмотрю, ради чего. В руках у меня была унесенная ветром. Что? Та же книга, что тогда вечером на скамеечке читала Лена. Неужели мужа-инавистница подсматривала за нами и решила прочесть ту же книгу? Я просто в шоке. От удивления я даже забыл о неминуемой смерти. Интересно? Да! Кстати, книга реально интересная. Покраснев мне, хотя ответила Алиса. Ладно, тогда я протянула ей книгу. Такой джентльмен, Семен, такой благородный, такой рыцарь, прям что вы что вы. Алиса бросила ее на стол и быстро, не глядя на меня, вышла из библиотеки. Значит, ей ничто человеческое не чуждо. В конце концов, она тоже девочка. Быстро проанализировав произошедшее, я заключила, что ничего такого странного и не случилось. Ну, наконец, библиотека оглашилась громогласным стоном Жени. Так, бла-бла-бла, теперь... Теперь пойдем в общие кружки, чтобы я сразу с бутылкой отправилась к домику Ольги Дмитриевны. Так, тут все, это быстренько просмотрим. Парни робота мастерят, круто-здорово, спасибо Алине за помощь. А ведь она мне помогла в то время, как я ей тогда не помогла в медпункте, помните? А, нет! Все-таки мы меня поймали с бутылкой, да как же так-то, а? Ой. Ой-ой. Че-то время так мгновенно просто пролетает, жесть. Я просто не успеваю за его ходом следить. Опять поход? Но почему я снова с библиотекаршей поставлена? В пару была. Как это понимать, а? Так, в прошлый раз я попыталась узнать, о чем спорят Лена и Алиса, и сейчас будем просто сидеть, ничего не делая. Я просто смотрела на огонь. Хей, блин, как быстро все это пролетает, жесть. Так. Я пыталась найти славяну, а теперь давайте пойдем к Ульяне. Потрясающий Семен. То есть он хочет просто сидеть и ничего не делать, да? С другой стороны сдалась мне эта бестия. Пожалуй, на сегодня с меня хватит. Так, все, спать день шестой. А вот и тот самый новый пионер. Почему он всегда появляется только в конце, а? Еще во время первого круга здесь это, ну, куда не шло. А вот так вот, ну, я прям даже не знаю. А тот чувак, он все-таки выхода не нашел, да? Вот опять я прячусь. Кажется, в Этитане никаких выборов не стояло передо мной. Так, нагрубила Ольга Дмитриевна день 7. Черт, а мне нравится такой темп игры. Пусть и все быстро мелькает, но это... Это реальная хорошая идея была со стороны разработчиков. Я серьезно. Так. Опять Алиса. Что-то у девчонок, кажется, диалоги со мной не меняются, да? Слушайте, ну и опять тот самый выбор. Не знаю, нормально ли я делаю, но давайте опять сохраним там игру. Как вы могли заметить, я всю игру не сохранялась. И давайте попробуем пойти за голосом. Хорошо, пошли. И опять то же самое, да? Я тогда не понимаю, в чем смысл? Хорошо, если не ходить за голосом. Все то же самое будет? Вот, я внезапно вспомнил про тот плачок бумаги и несколько слов, написанных на нем. Ведь я их видел раньше, но как я мог сразу не понять? Может быть, эти пионеры, вся эта чертовщина так затуманили мой мозг? Голова буквально разрывалась от вопросов. Впрочем, вскоре усталость взяла верх и я заснул. Бла-бла-бла. Опять та самая девочка. Только вот у шеи я ее не вижу. Слишком много света в автобусе. Так, ну, меня такой поворот, блин, не устроивает. Сколько всяких картинок, я просто в шоке. И что я открыла? Никаких ачевментов. Но как? Почему, блин? Тогда это все не стоило и выеденного яйца. Ради чего я это видео записывала? Ради новых картинок, что ли, или что? Ну, короче, я просто в шоке. Знаете, что я сделаю? Я пойду в интернет подсматривать и узнавать, как заполучить новые концовки. И когда я узнаю, я буду опять записывать видео. И буду получать новые концовки. Хотя не факт, что новые. Но я удивлена, что и на втором округе мне не удалось выбраться из этого ада. Но приятно порадовало это ускорение времени, когда время останавливается только на то, что действительно важно. На то, чего я до этого не видела. И мне не приходится самостоятельно решать, когда же это. Ну, и то, что мой выбор позволил еще час или полтора где-то поиграть в эту игру, это тоже было довольно интересно. Всегда, когда вот в игре есть выбор, всегда хочется узнать, а что же там стояло за другими вариантами. И то, что что-то за ними было, что-то новенькое, и это привело к чему-то новому, для меня неизведанному, неизвестному, это очень здорово. Все, ребята, я буду прощаться с вами, видео просто огромным получилось, надеюсь, вам оно понравилось. И вы особо на меня не сердитесь за такой размер, за такую продолжительность видео. Всем всего хорошего, спасибо за просмотр и пока. И все-таки, что это за ушастая девочка, и почему она мне в автобусе что-то шептала? Ничего не понимаю. Кто она такая? Случаем не та ли вожатая, которая убила себя из-за пионера? Может поэтому парни попадают теперь в такие неприятности? Ладно, все, всем пока.